Так, ну что, у нас сегодня получается пятая глава Пикака, которая называется «Знание о себе и интенсиональное содержание». Я сразу скажу, что общее впечатление от прочитанной главы мне не понравилось. И не понравилось не столько в плане того, что мне не нравится, как пишет Пикак, это ладно, частные вещи, личное впечатление, субъективное. Я не увидела ничего в этой главе нового для себя из того, что бы я не знала раньше. Поэтому у меня возник вопрос, а чего, собственно говоря, Пикак говорит, что он предлагает какое-то решение? Чем оно, собственно говоря, отличается от того, что было предложено раньше? Чем, собственно говоря, он придумал какой-то суперкрутой ответ на какие-то возражения, которые были подобным решением уже предложены раньше? Чего-то, в общем-то, я не увидела. Единственное, что нового может быть, это некоторые особенности языка Пикака, то есть некоторые вещи, о которых те люди, которые занимаются знанием о себе, в англоязычной традиции, называют, описывают одними конструкциями, называют одними словами, Пикак предлагает их описывать немного другими. Вот, если честно для себя, я новаторство увидела только в этом. Ну, за исключением вообще самой формулировки проблемы интеграции для области знания о себе, ничего нового я здесь не увидела. И я не скажу, что мне понравилось. Но давайте посмотрим вместе, может быть, я чего-то не поняла, и, может быть, мне кто-нибудь скажет, чего же такого уникального Пикак здесь сделал. Получается, сегодня у нас будут первые введения, первые три параграфа, а в следующий раз, получается, мы вспомним, что было в этот раз и разберем оставшиеся параграфы. То есть, получается, чего там будет? Четвертый, пятый, шестой. Итак, значит, план общий этой главы. Значит, во-первых, введение и шесть параграфов, которые здесь представлены. То есть, как раз сегодня рассмотрим 5.1, 5.3, 5.4, 5.6 останутся на следующий раз. Что будет, собственно говоря, происходить в этих главах, если сказать. Речь пойдет о том, что сначала в 5.1 Пикак нам расскажет вот об этих самых сознательных установках и, в принципе, о том, каково это, приписывать наличие каких-либо установок элементальных состояний самому себе, то есть вот эти self-ascriptions, и поговорит о том, в чем разница между сознанием и вниманием. Дальше, ну, то есть, он, опять же, во введении предварительно сформулирует, в чем заключается проблема, ну, попытается сформулировать, в чем она заключается, проблема интеграции, и вот затем расскажет про эти сознательные установки. Потом в 5.2 он предложит, как бы наметит пути для решения этой проблемы, то есть, так или иначе, предложит какую-то свою такую промежуточную позицию, которую он защищает. И вот оно будет, как раз эта позиция, основываться на понятии рациональной чувствительности без умозаключения. То есть, вроде как, эта чувствительность у нас есть, но мы к ней приходим, не строя умозаключения, не рассуждая. В 5.3 он разберет, соответственно, преимущество своего подхода, то есть, своего решения, которое он в 5.2 предложит, и преимущество своего решения по сравнению с двумя другими существующими позициями, которые он называет внутренним интроспекционизмом, и, так называемый, подход отсутствия оснований, no reason, которое называется theory. И, в общем, раскритикует их, скажет, в чем их суть, в чем их проблемы, соответственно, но и в чем они как бы хороши, что можно забрать, и вот что хорошее у них есть, он заберет как раз-таки в свою позицию. В 5.4 он снова вернется к тому, что он оставил на пункте 5.2, потому что в пункте 5.2 он скажет, какое же должно быть необходимое условие для того, чтобы вот эти приписывания самому себе все-таки получали статус знания, то есть, как от убеждений перейти к знанию. Но это недостаточное условие. Вот что же еще нужно для того, чтобы приписывание каких-либо ментальных состояний, там, сознательных установок самому себе считались знанием, что еще нужно для этого, вот это будет рассмотрено в 5.4. То есть, в 5.3 он выбивается из логики изложения, по идее, его как бы тут не должно быть. 5.2 и 5.4 должны идти были по порядку. В 5.5 он продолжит развитие того, что он предложил в 5.4, вот так называемое концептуальное перемещение. Оно на самом деле, это концептуальное перемещение, встретится уже в 5.2. Я не знаю, зачем он откладывал до 5.5 об этом разговор. Можно было обо всем об этом поговорить раньше. Но так или иначе, он снова еще раз рассмотрит эту идею концептуального перемещения, этот тезис, и посмотрит, в общем, какие можно привести независимые причины для того, чтобы принимать этот тезис, а вот не только потому, что ему так хотелось. И, наконец, в 5.6 он рассмотрит, что же следует из того, как тут написано, сформулировано, три следствия этого самого тезиса или этого самого положения концептуального перемещения. Итак, введение. Он снова нам заявляет, Пикок, что проблему интеграции метафизики и эпистемологии можно встретить и в области тех философских проблем, которые связаны с знанием о себе, с самостью, с вопросами о перспективе первого лица, то есть о переживании ментальных состояний, сознательных установок от первого лица в противовес переживанию их от третьего лица и так далее. В общем, грубо говоря, для этой области знания, для философского знания, знания о себе, тоже проблема интеграции возникает. В чем состоит эта проблема? Это проблема совмещения двух очевидных истин, как формулирует Пикок, соответственно, эпистемологической истины и метафизической. Эпистемологическая истина заключается в том, что мыслящие агенты способны знать интенсиональное содержание множества своих установок без предварительного или первичного знания об отношениях, в которых они состоят с окружающим миром. То есть, грубо говоря, мне не нужно сначала выяснить, в каких отношениях я нахожусь с тем, что окружает меня, с кружками, с яблоками, с людьми и так далее, для того, чтобы знать, о чем, например, мои убеждения, о чем, например, мои воспоминания и так далее. То есть, вроде как у нас имеется вот этот вот привилегированный доступ к содержанию своих ментальных состояний, которые не требуют, опять же, знания того, что происходит вне меня. Все, что происходит внутри меня, мне автоматически доступно. Такая стандартная кортезианская идея. И, наконец, вторая метафизическая истина, она заключается в том, что мыслящий агент способен находиться в установках по отношению к множеству интенсиональных содержаний, только если он находится в определенных отношениях с окружающим миром. То есть, грубо говоря, если нету яблок в моем мире, то и убеждения о том, что яблоки красные, я мыслить, ну, иметь это убеждение я не смогу. То есть, в общем-то, кажется, с одной стороны, что у нас есть этот привилегированный доступ, и он не требует обращения к окружающему миру. Все, что есть внутри меня, мне и так известно. С другой стороны, кажется, что как я могу получить содержание своих, опять же, интенсиональных состояний, если окружающего мира вокруг меня, ну, либо нету, либо, собственно говоря, я не знаю, в каких отношениях я с ним нахожусь. Получается, что эти два положения вступают друг с другом в противоречие и необходимо их каким-то образом совместить. Вот это, в общем-то, и есть проблема интеграции в области знания о себе, как ее формулируют и как именно во введении. Что дальше? Дальше он нам говорит, что вариант пересмотра метафизики, то есть метафизического тезиса, он не очень привлекательный. Причина этому та, собственно говоря, важная роль, которую играет внешняя индивидуация интенсионального содержания. То есть когда окружающий мир влияет на интенсиональное содержание, там, убеждений, воспоминаний, еще чего-то, в общем, любых интенсиональных состояний. Почему это важная роль, почему, в общем, такая роль у этой индивидуации является важной? Потому что она помогает, во-первых, объяснить нам возможность агента приобретать знания при помощи восприятия. Воспринимаем мы окружающий мир, следовательно, все те объекты, которые находятся в окружающем мире, они являются содержанием моих установок, а, соответственно, опять же, без объектов окружающего мира, без индивидуации извне моего содержания знания я не получу. Да, речь идет о восприятии так или иначе, ну, например, о зрительном восприятии, а не о ощущениях и еще чем-то убеждениях и так далее, но все равно вроде как при помощи восприятия мы какое-то знание об окружающем мире получаем. И второй, соответственно, момент, почему так важна эта внешняя индивидуация, это потому что она помогает нам объяснять действия агента, как вызванные нахождением в ментальном состоянии с определенным эмоциональным содержанием. То есть если я, опять же, при помощи восприятия зрительного вижу, что там передо мной находится яблоко, и я протягиваю руку, чтобы это яблоко взять, то есть осуществляю некоторое действие в данном случае, то мы можем объяснить, почему я протянула руку и взяла яблоко, объяснить как раз-таки тем ментальным состоянием, в котором я нахожусь, что я нахожусь в ментальном состоянии желания съесть яблоко, или я нахожусь в ментальном состоянии восприятия вот этого конкретного яблока, именно поэтому я именно к нему протягиваю руку, и, соответственно, именно поэтому его беру и так далее. То есть для всего этого яблоко должно существовать вне меня, и, соответственно, это же яблоко будет влиять на содержание моих убеждений, желаний и так далее. То есть если мы, опять же, вспомним все эти замечательные мыслительные, мысленные эксперименты с двойниками Земли, то есть если у меня тут будет находиться передо мной не яблоко, а какое-нибудь там, не знаю, яблоко, вспоминая, как у Паттона Масберджа было, то, соответственно, и убеждение это у меня поменяется, я буду и убеждение, и желание у меня тоже поменяется. Я буду желать есть не яблоко, а яблоко и так далее. Вот, собственно говоря, именно поэтому Пико Пико говорит, что экстернализм в отношении содержания ментальных состояний или индивидуализм, в общем-то, трогать не надо. То есть пересмотр метафизики не предполагается. Значит, остается вариант пересмотра эпистемологии. Да, если он снова нам говорит, что отказ от экстернализма в отношении интенсионального содержания не сработает, потому что сама идея проверки того, вот предварительной проверки того, в каких отношениях агент находится с интенсиональным содержанием его ментального состояния или установки, она, в принципе, плоха. И эта идея касается того, что, в общем, оно плохо как тех состояний, которые индивидуированы извне, так и тех, что индивидуированы изнутри. Ну, вот он тут приводит пример убеждения в арифметических истинах, то есть, там, пример 7 плюс 5 равно 12. То есть тут мне в любом случае не нужно для того, чтобы знать, что 7 плюс 5 равно 12, мне не нужно проверять ни отношения с окружающим миром, то есть внешние отношения, ни, собственно говоря, мне не нужно проверять внутренние отношения, с которыми я могу находиться с этим, соответственно, арифметическим убеждением, как он его здесь называет. То есть ему не нравится идея, вот, которая здесь находится в эпистемологии, вот этой проверки, первичного, предварительного знания об отношении, в которых я нахожусь с окружающим миром, ему не нравится в этой идее как раз-таки сам факт проверки. То есть дело не в том, что мы пытаемся проверить, то, в каких отношениях мы находимся с окружающими предметами вне нас, а если бы мы проверяли отношения с предметами, которые находятся внутри нас, какими-то тоже там ментальными состояниями, то было бы хорошо. Нет, ему не нравится сама идея проверки, то есть что мы предварительно что-то должны проверить перед тем, как, соответственно, осознать, что мы находимся в таком-то ментальном состоянии, в таком-то интенсиональном содержании. То есть ему не нравится разделение на два этапа. Предварительная проверка, соответственно, предварительное знание об окружающем мире, или пусть даже о внутреннем каком-то мире. И, соответственно, второй этап, когда мы уже формулируем там убеждение, ну и затем оно становится знанием. Соответственно, все это нехорошо. Вот дальше он опять же формулирует, что сама модель подобная, где предполагается необходимость проверить отношения, которые фиксируют содержание, хоть это внутреннее отношение, хоть это внешнее, то есть хоть по отношению к внутренним объектам, хоть по отношению к внешнему, она сама, соответственно, ошибочна. И знание о своей установке, то есть это самое знание о себе или знание о своих ментальных состояниях, оно, в принципе, с его позицией не приобретается в результате предварительной проверки того, в каких отношениях с объектом мы находимся. Если мы соберемся предлагать какую-то другую модель и будем считать, что она должна быть корректной, правильной, то она должна быть применима как к индивидуированному содержанию наших ментальных состояний извне, так и к индивидуированному содержанию ментальных состояний снаружи. То есть фактически можно сказать, что здесь Пикок говорит о том, что мы говорим о снятии спора между экстернализмом и интернализмом, ну или индивидуализмом и антииндивидуализмом в отношении содержания ментальных состояний. То есть фактически, по крайней мере, вот пока на уровне введения, если не двигаться дальше в следующие главы, кажется, что проблема интеграции – это фактически старейший спор между экстернализмом и интернализмом. Ну, спор хороший, спор, безусловно, важный и нерешенный, но более ничего здесь, соответственно, нового пока не встречается. Как далее нам, соответственно, разворачивает Пикок в введении, что такое экстернализм? Он говорит, что экстернализм – это тезис о метафизике содержания интенсиональных состояний. Если мы признаем экстернализм истинным, из этого не следует, что мы должны признавать и то, что знание этих состояний и их содержания можно приобрести только в результате предварительной проверки отношений агента с внешним миром. Ну, все то же самое, что было сказано, соответственно, на предыдущем слайде. То есть если мы экстерналисты, это не значит, что мы обязаны говорить, что перед тем, как получить знание о себе, необходимо выяснить, в каких отношениях я нахожусь с объектами окружающего мира. Тем не менее, дальше продолжает Пикок надо объяснить, как наши актуальные способы приобретения знания о содержании наших ментальных состояний согласуются все-таки с теми состояниями, чье содержание индивидуировано внешним образом. То есть как мы получаем наше знание об убеждениях, в принципе, мы узнаем, что у нас имеются такие убеждения, и, соответственно, знание о содержании этих убеждений. То есть вопрос «как» и вопрос «что». Ну и, наконец, он говорит, что сложность решения всей проблемы интеграции заключается в том, что любое ее решение, чтобы найти это решение, его нужно искать где-то в плоскости пересечения трех областей философского знания – эпистемологии, философии сознания и теории концептов. По идее, правильнее, наверное, было бы здесь говорить просто о понятиях. То есть у него там в оригинале стоит «theory of concepts». Но из-за того, что он периодически использует понятия «notion» и «concept», и, соответственно, вот когда я говорила, что будет параграф про концептуальное перемещение, переводить понятийное перемещение и перемещение понятий мне не понравилось. Концептуально мне понравилось, как звучит лучше. Поэтому я решила везде, где он использует слово «concept» в оригинале, там просто калькой на русский язык «concept» переводить. Фактически это вот то же самое, что мы имеем в виду, когда мы говорим о понятиях. Никаких дополнительных смыслов. У термина «concept» здесь не появляется. То же самое понятие, просто исключительно в рамках стилистических моих предпочтений я решила его оставить как «concept». И поэтому, в общем-то, речь идет о том, что нужно какую-то еще дополнительную теорию понятий, что значит обладать каким-либо понятием. Нужно, в общем, эту теорию еще дополнительно в нее заглянуть, ее предложить для того, чтобы решить проблему интеграции для философского знания. Дальше, собственно говоря, Пикок аргументирует, зачем же она нужна, почему нужно к ней обращаться. Он говорит «Представьте агента, который убежден, что лето с каждым годом становится все жарче». И он приписывает себе это убеждение. То есть сначала у него есть убеждение «Лето с каждым годом становится все жарче», а дальше он говорит «Я убежден, что лето с каждым годом становится все жарче». То есть сначала есть первопорядковое убеждение, затем есть второпорядковое убеждение, где он приписал себе наличие вот этого убеждения. Естественно, в этом его убеждении, хоть в первопорядковом, хоть в второпорядковом, фигурирует концепт или понятие «лета», который он использует для указания на определенный промежуток, на определенное время года. И мы определяем, что между концептом, который использует агент, и концептом, который используем мы, то есть когда мы понимаем, что агент сказал, когда мы сами говорим, произносим слово «лето», существует некое отношение тождества. Ну, то есть он там потом говорит, конечно, что это не совсем прям точное отношение тождества, но мы в целях упрощения будем говорить, что это отношение тождества. В общем, самое главное для того, чтобы вот эти обыденные приписывания самому себе, то есть вот эта формулировка второпорядковых убеждений своих первопорядковых убеждений, вот чтобы эти самые приписывания, они могли получить статус знания, нам как раз-таки необходимо, чтобы сохранялось тождество между концептом, который использован в первопорядковом убеждении, и концептом, который используется во второпорядковом убеждении. Ну и вот когда мы описываем убеждения агента, и, в принципе, описываем убеждения и ментальное состояние, которое есть у других агентов, то мы используем тот же самый концепт, что использует и этот агент, когда он формулирует себе это убеждение или там его высказывает. Таким образом, у нас получается некоторое тождество между концептом, которое использует агент в первопорядковом убеждении, он же использует его в своем второпорядковом убеждении, и тождество между тем концептом, который используем мы сами, когда отписываем, соответственно, агента с позиции третьего лица его убеждения. И задача как раз-таки теории концептов, почему к ней нужно обращаться для решения проблемы интеграции, в общем, задача этой теории прояснить и объяснить возможность такого тождества между концептами, чтобы в итоге как раз-таки объяснить, как у приписываний самому себе, то есть у второпорядковых убеждений, как раз-таки приобретается статус знаний. Дальше пикок в конце, в завершении введения, набрасывает план того, что будет сделано в главах. Сначала он прояснит понятие сознательной пропозициональной установки, в которой находится агент, находится в плане того, что находится в ней прямо сейчас, то есть это будет в первом параграфе рассматривано. Во втором параграфе он как раз-таки предложит свое собственное решение проблемы интеграции, наметит пути для этого решения. В третьей главе он сопоставит предлагаемое свое решение и альтернативные два подхода. Опять же укажет их слабые места, их преимущества и скажет, в общем, почему его решение лучше. И в последующих параграфах, то есть в четвертом, пятом и шестом, он как раз-таки рассмотрит, как он формулирует эпистемологические трудности, связанные с предлагаемым решением, параграф 4. Рассмотрит дополнительные доказательства в пользу предлагаемой позиции в рамках теории концептов, параграф 5. То есть вот здесь как раз он и обратится к этому концептуальному перемещению. Ну и также рассмотрит следствие из этой позиции, что будет, если мы примем эту идею концептуального перемещения. Это будет параграф 6. Вот такой план, соответственно, на эту главу он предлагает. Итак, параграф 5.1. Сознательные установки, приписывание самому себе и захватывание внимания. Сознательные пропозициональные установки, которые дальше будут фигурировать как СПУ. И это не те сознательные пропозициональные установки, которые агент мог находиться когда-то или еще что-то, и он вспоминает только о них. Это вот сознательные пропозициональные установки, в которых агент находится прямо сейчас. То есть вот они актуальны в момент времени, когда мы там спрашиваем агента, в каком он убеждении находится, вот он действительно в нем находится. Это важно, потому что в следующих параграфах он ведет еще два вида сознательных пропозициональных установок, которые отличаются от вот этих самых СПУ, как я их здесь сократила. Вот он приводит примеры, говорит, например, мысль какая-то, то есть если мы что-то мыслим, но опять же речь, конечно, идет, понятно, об убеждении каком-то. Какое-то внезапное предположение, которое делает агент в конкретный данный момент. Например, какое-то сознательное решение, то есть в ситуации рассмотрения плюсов и минусов какого-то действия агент сознательно принимает решение поступить вот так. То есть это происходит именно в данный конкретный момент, и вот об этих СПУ, сознательных установках, которые находятся, агент прямо сейчас, речи будет идти вот в этом параграфе. И, собственно говоря, вот эти вот СПУ, о них невозможно говорить, пока мы не решим вопрос о том, что значит сознание и что значит внимание. Ну, потому что понятно, что раз они сознательные, то, соответственно, нужно что-то решить по поводу сознания. Ну, и осознание вроде как явно связано со вниманием, то есть если человек сознательно принимает решение, то его внимание направлено, сфокусировано на том, на рассмотрении плюсов и минусов какого-то действия и принятия решений. Вот он говорит, что как раз-таки без решения вопроса о сознании и внимании мы специфику, то есть конститутивные свойства подобных СПУ, мы понять не можем. Решать этот вопрос о сознании и внимании, о том, в общем, что же такое эти самые СПУ, нужно с философско-феноменологической перспективы, скажем так. Общее между СПУ и ощущениями, то есть боль, например, или там, не знаю, ощущения щекотки, еще чего-нибудь, это то, что и то ментальное состояние, и другое ментальное состояние, они испытываются с перспективы первого лица, то есть есть вот это вот самое «каково это» находиться в этом Х, то есть хоть в СПУ, хоть в этом ощущении, то есть каково это мыслить, мысль, там, не знаю, что все кошки черные, каково это принимать сознательное решение, не знаю, там, пойти на пары или не пойти на пары. То есть есть вот это вот квалитативное, феноменальное свойство, каково это для агента. Именно поэтому, говорит Пикок, делает очень оригинальный вывод, что эти самые СПУ, они являются субъективными состояниями, то есть они зависят от агента, который их переживает. Вот он говорит, что есть разница, феноменальная разница, субъективная разница в том, когда агент вспоминает, что премьер-министром Чехословакии был Дубчик, или когда он вспоминает ошибочно, что премьер-министром Чехословакии был Хусак, или он вообще ничего не может вспомнить, а все эти три ситуации возникают в рамках ответа, в поисках ответа на вопрос, который предварительно нашему агенту задали, кто же был премьер-министром Чехословакии, когда туда вошел Советский Союз, на территорию Чехословакии. И в первом случае, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нашему агенту приходится сознательно вспоминать, кто же там, соответственно, находился в этом, был премьер-министром Чехословакии. И вот если он вспоминает, что им был Дубчик, правильно, то это будет отличаться, его субъективное ощущение, субъективное переживание этого сознательного воспоминания, оно будет отличаться от сознательного воспоминания, что премьер-министром Чехословакии был Хусак, либо если он вообще ничего не сможет вспомнить и скажет, что нет, вообще не знаю, потому что ничего в памяти не нашлось. То есть все это очень субъективно, очень, значит, феноменально, очень специфически, каково это находиться в этих трех различных состояниях. И вот поэтому нужно понимать, что СПУ это как раз-таки есть подобные состояния. Однако из того, что мы на первом шаге сказали, что СПУ являются субъективными феноменальными состояниями, из этого не следует, что мы должны принимать интерналистскую теорию концептуального содержания. То есть что вот это самое содержание наших СПУ, оно индивидуировано не извне, то есть самим фактом существования Чехословакии, Дубчика и всех прочих, соответственно, объектов, на которые могут указывать термины и понятия из этих СПУ, а, соответственно, вот какими-то внутренними отношениями агента со своими внутренними ментальными состояниями. Хотя казалось бы, что вроде бы это должно быть так, раз мы признаем, что это субъективные феноменальные состояния, то вроде как о каком экстернализме тут может идти речь. Вот Пикок говорит, что нет, это неправильно, не факт, что, то есть нет уследования от того, что некоторые СПУ являются субъективным феноменальным состоянием и принятием интернализма. Тут тезис, который он фактически формулирует и защищает, что интенциональное содержание, которое способствует появлению этого субъективного характера из СПУ, оно состоит из концептов, которые отчасти индивидуируемы извне. Ну, то есть для того, чтобы было понятие, например, министра Чехословакии, нужно, чтобы было что-то вне агента для того, чтобы он смог это, собственно говоря, этот концепт или это понятие себе сформулировать. И СПИКО пытается совместить субъективность и феноменализм с одной стороны и экстернализм с другой стороны. Как он собирается это сделать? Он собирается это сделать, проведя различие между объектом внимания и тем, что захватывает внимание. Там у него в оригинале стоит «occupying attention». Я перевела это вот как то, что захватывает внимание. Соответственно, если мы хотим корректно различить, что такое сознание, что такое внимание и правильно описать отношения между ними, нужно понимать, что объект внимания, то, на что направлено внимание, и то, чем захвачено внимание, это разные вещи. Объект внимания – это то, что мы воспринимаем при помощи органов чувств и то, что на нас влияет. То есть это все объекты окружающего мира. Когда мы говорим о некоторой сознательной мысли агента, то есть вот этих СПУ и так далее, то есть когда агент рассуждает или думает, или там вот ищет, что он-то может делать над своими уже имеющимися у него ментальными состояниями. В таком случае объекта внимания нету, потому что он уже где-то там внутри себя находится, соответственно, а объект внимания – это то, что можно воспринять при помощи органов чувств. Ни один орган чувств не помогает нам воспринять то, что находится внутри. Агенты – его ментальное состояние. Значит, эти ментальные состояния, они не могут являться для агента объектом внимания. Объект мысли, то есть то, на что направлено второпорядковое убеждение нашего агента, это непереживаемый объект, соответственно, он объектом внимания не является. То есть некорректно говорить, если кто-то говорит, что первопорядковое убеждение является объектом внимания агента, это некорректное словоупотребление. Объектом внимания может являться только объект, который существует вне агента и воспринимается органами чувств. Тут никаких органов чувств нет. Однако из этого не следует, что у сознательной мысли нет этого самого объекта внимания, не следует, что сознательная мысль вообще не имеет никаких отношений со вниманием. То есть что сознание и внимание находятся по разные стороны баррикад. Нет, это не так. Во время сознательной мысли внимание чем-то захвачено. То есть вот оно, это второе понятие, которое Пикок предлагает для того, чтобы отграничить объект внимания и от чего-то еще. То есть когда мы говорим о взаимосвязи второпорядкового убеждения, например, и первопорядкового убеждения, то есть сознательная активность агента, вот ментальная агента, оно чем-то захвачено, оно на чем-то тоже сфокусировано. Но оно сфокусировано не на внешнем объекте, который мог бы быть объектом внимания, оно сфокусировано, ну условно говоря, на внутреннем объекте, который вот что-то, мы можем его назвать как что-то, что захватывает внимание. Вот. Здесь возникает, конечно, сразу, и у меня сразу возник вопрос, когда я это прочитала, еще не дочитала дальше, что как же Пикок собирается отсюда выбираться из проблемы того, что когда он говорит, что когда мы размышляем, в общем, пытаемся приобрести знания о своих ментальных состояниях, вот эти второпорядковые убеждения, фактически мы попадаем с вами в ситуацию того, что Пикок предлагает перцептивную модель знания о себе, что то, как мы узнаем о своих ментальных состояниях, аналогично тому, как мы узнаем о объектах внешнего окружающего мира. То есть мы переносим модель зрительного восприятия окружающих объектов внешнего мира на модель восприятия, соответственно, ментальных состояний. А критики перцептивной модели знания о себе в истории философии аналитической очень много, в частности Шумейкер. И у меня сразу возник вопрос, как же он тогда, соответственно, будет, что ли, всю эту критику разбирать или не будет ее, соответственно, разбирать? Как он будет из нее выходить? Потому что вроде как плюс-минус есть общий такой консенсус среди исследователей знания о себе, что перцептивная модель-то она, скорее всего, вообще никаких преимуществ не имеет. То есть можно спорить про то, какие другие модели есть, приводить возражения, приводить ответы и так далее. Ну, вот перцептивную не любит практически никто. А Пикок вроде как кажется, что фактически предлагает то же самое. Он переносит модель восприятия внешних агентов, где есть объект внимания, на, соответственно, восприятие, ну, тоже предлагает, в общем, строить знания о себе по модели восприятия внешних объектов. Там был объект внимания, а тут у нас то, на что направлено внимание. Однако Пикок выходит из этой проблемы, как ему кажется, что он говорит, на самом деле мы не строим в данном случае модель знания о себе по модели восприятия объектов внешнего окружающего мира. Потому что на самом деле существует с точки зрения Пикока только один общий вид внимания, как вот захваченного чем-то, точнее так, один общий вид внимания. И он существует всегда и в случае восприятия при помощи органов чувств, то есть когда мы воспринимаем объекты внешнего мира, и в случае сознательной мысли, когда мы, ну, опять же, в кавычках воспринимаем объекты внутреннего мира. То есть и то, и другое – это просто подвиды одного вида внимания. И, соответственно, раз и то, и другое у нас и для восприятия внешних объектов, и для, опять же, в кавычках восприятия внутренних объектов, это получаются два вида восприятия, которые равноправны, а над ними, значит, есть какой-то общий вид внимания. Это означает, что мы не строим модель восприятия, модель знания о себе, модель знания своих ментальных состояний по модели, значит, восприятия внешнего мира. И все сознательные состояния, они, неважно, насколько они сознательны в плане того, что мы сознательно воспринимаем яблоко вне нас или мы сознательно воспринимаем наше убеждение, что Дубчик там был премьер-министром и так далее, все эти сознательные состояния, они состязаются друг с другом за исключительно использование вот этой вот единственной способности внимания. Она всего лишь одна, и она просто как бы расходится в разные стороны. Иногда мы с ее помощью, соответственно, воспринимаем объекты внешнего мира, эти объекты выступают для этой способности объектом внимания, а иногда это, соответственно, наша единственная способность внимания, она обращается на объекты внутреннего мира, и тогда мы говорим, что это вот что-то, чем захвачено внимание. Перцептивной модели такого нет, значит, соответственно, та модель, которую предлагает Пик, она не является перцептивной. Ну, оставим вопрос о ходе, в общем, таком ходе, который он сделал, я считаю, что он ничего на самом деле не поменял, ну ладно. Что происходит дальше? Дальше он нам говорит, что мы, в общем-то, тоже пытается, собственно говоря, прояснить позицию свою о захватывании внимания и вот объекте внимания, и говорит о том, что мысль обычно связана с другими мыслями и интенсиональными содержаниями. То есть просто так одно какое-то убеждение, оно не существует. Это убеждение связано с какими-то другими убеждениями, оно уходится в системе этих убеждений. В каких отношениях оно может находиться, это убеждение или какая-то мысль? Это могут быть отношения логического следования, когда у нас из одного убеждения следует какое-то другое убеждение. Это может быть отношение свидетельства, когда одно убеждение является свидетельством для, то есть подкрепляет, грубо говоря, формирование или уже сформированное другое убеждение. Может быть отношение какого-то, как он формулирует, забавного замечания о каком-то событии. То есть мы что-то посмотрели, и вот у нас сформировалось какое-то убеждение в качестве замечания о том, что было ранее и так далее. В общем, так или иначе, все эти мысли, все эти убеждения, они друг с дружкой в отношениях находятся. Вот он говорит, когда мы пытаемся что-то делать, наше внимание захвачено, и мы, грубо говоря, сфокусированы на том, чтобы что-то сделать. То есть если я, не знаю, пытаюсь забить гвоздь молотком, и я сосредоточена, чтобы не попасть молотком себе по пальцу и не сломать, не погнуть гвоздь, который я забиваю, я, с одной стороны-то, конечно, есть объект моего внимания, гвоздь, молоток и пальцы, в которые я пытаюсь не попасть. Но с другой стороны, говорит Пикок, мы фактически, внимание захвачено как раз-таки самим процессом действия. И более того, это даже, например, такое больше проперцептивное восприятие, а если, например, представить ситуацию сознательного воспоминания, опять же, вот с тем же самым, кто же был премьер-министром Чехословакии. В данном случае, если я буду сознательно припоминать, пытаюсь вспомнить, кто же был этим премьер-министром, пытаюсь найти какие-то убеждения, которые у меня были, и из них, может быть, по отношению логического следования вывести, что да, действительно, премьер-министром был дубчик или еще как-то, в общем, неважно как, мы можем увидеть, что в данном случае я не обращаюсь к никаким объектам внешнего мира, то есть нету объекта внимания, как в предыдущем примере с воздуманным молотком. Здесь, соответственно, я как агент обращаюсь, грубо говоря, внутрь себя и рассматриваю свои внутренние воспоминания и другие различные убеждения и ментальные состояния. И тем не менее, вот это мое внимание, оно чем-то захвачено. Я сосредоточена на том, что я пытаюсь вспомнить, кто же был премьер-министром. И вот это захватывание внимания, это не только перцептивное внимание, то есть когда мы воспринимаем, соответственно, что-то извне, это вот что-то еще, это что-то еще, оно где-то там внутри находится. И раз у нас одна единая способность внимания, она просто иногда может уходить в сторону, соответственно, направления внимания на объекты внешнего мира, а может иногда уходить на объекты внутреннего мира, но тогда они уже являются не объектами внимания, а тем, что захватывает внимание. И перцептивное внимание, соответственно, и захватывание внимания в случае некоторой направленности, когда мы сосредоточены на ничьих, они выполняют функцию селекции. То есть мы отбираем, на что направить наше внимание. Нельзя быть, нельзя направить внимание на все вообще сразу. Неважно, речь идет про объекты внешнего мира, неважно, речь идет про, опять же, в кавычках, объекты внутреннего мира. Подобная селекция, она происходит с учетом цели агента в процессе мышления. Если мы говорим, конечно, в данном случае о захватывании внимания, то есть о внимании, направленном на внутреннее ментальное состояние, то, соответственно, вроде как должна быть какая-то цель у агента в процессе мышления. То есть если вот меня спросили, кто же был премьер-министром Чехословакии, то целью всего моего процесса рассуждения, вспоминания, поиска связей, убеждений друг с другом и так далее, цель будет ответ на этот вопрос. И если у меня этой цели не будет, то, соответственно, и выбрать, над какими убеждениями мне строить второпорядковые убеждения, какие воспоминания мне отбросить, какие, наоборот, вспомнить. В общем, без подобной селекции я не смогу дойти до своей цели и ответить на вопрос. Без подобной селекции, как говорится, агент мыслил бы только ассоциативными связями и не смог бы достигать своих когнитивных целей. Ну, то есть когнитивные цели, цель, связанные как раз-таки, например, с ответом на вопрос и так далее. Далее он нам говорит о том, что наше обыденное понятие сознательная установка, оно применимо не только к тем состояниям, в которых агент уже находится, то есть вот как, например, состояние вспоминания сознательного, кто же был в этом самом премьер-министром, но и к тем, в которых он ранее находился. То есть здесь у нас есть противопоставление между уже имевшимся у меня убеждением и только что сформировавшимся убеждением. Например, я могла никогда не думать о том, никогда не задавать себе вопросом, кто был, не знаю, ну вот могла тоже никогда не задавать себе вопросом, кто же был премьер-министром Чехословакии, вообще никогда. Собственно говоря, если у меня спросят об этом, соответственно, зададут мне такой вопрос, а я вообще никогда ничего не слышала ни про Чехословакию, ни про Дубчика и так далее, то у меня может сформироваться убеждение о том, что я не знаю, то есть у меня нет информации от том, кто был премьер-министром Чехословакии и так далее. Вот это убеждение, оно формируется, у меня не было этого убеждения до момента, когда мне задали этот самый вопрос. Я вообще никогда об этом не размышляла. А если, соответственно, я когда-то уже знала о том, что премьер-министром Чехословакии был Дубчик, это уже имевшееся у меня убеждение. И вот предыдущий СПУ, который мы рассматривали, это как раз и был пример уже имевшихся убеждений. То есть где-то там есть сознательное воспоминание, я его вот в процессе поиска ответа на вопрос пытаюсь как-то вот вытащить из памяти. А если я никогда вообще об этом не думала, то тогда речь идет о только что сформировавшихся убеждениях. Это для тех, кто устал и захотел посмотреть мультик. Мы переходим ко второму параграфу. Вот здесь он, соответственно, нам сказал, что есть еще какие-то установки, которые не только, в которых агент находится, не только сейчас, а могут, соответственно, находиться ранее. И вот во второй главе он как раз-таки нам будет говорить про вот эти три различных вида пропозициональных установок. Какие это бывают? Вот, значит, агент находится в ментальном состоянии и осознает это. Вот это то, что мы рассматривали только что с этим СПУ. Вот, например, боль. Вот, например, сознательное воспоминание, попытка ответа на вопрос, кто же был премьер-министром. Второй вид установки, когда агент находился ранее когда-то в ментальном состоянии, осознавал это когда-то давно, но сейчас уже не осознает, и это такое автоматическое воспоминание. Ну или, как я его здесь написала, бессознательное воспоминание. О чем идет речь? Речь идет о... Ну, по крайней мере, Пикок приводит примеры, что он имеет в виду под этим видом установки. Если вас спросили ваш адрес или ваше там, соответственно, имя, вы не припоминаете сознательно, то есть вы не прикладываете сознательных усилий для того, чтобы вспомнить, как вас зовут. Вы отвечаете автоматически. И, соответственно, спросят, как вас зовут, вы даете автоматический ответ. У вас нет вот этого процесса сознательного поиска информации где-то там в памяти, как это было в примере с Дубчиком и, соответственно, пример-министром Чехословакии. подобного, то есть когда-то вы в этом ментальном состоянии не находились, когда-то вы его осознавали, но оно теперь ушло, в общем-то, в память бессознательную. Ну и вроде как я посмотрела в англоязычной литературе, действительно используется unconscious memory, то есть вот эти бессознательные воспоминания. То есть это что-то, что, в общем, формирует такое, не знаю, бэкграундовое знание, где нам не нужно ничего вспоминать конкретно прямо сейчас, но оно у нас уже автоматически имеется. Вот это другой вид пропозициональных установок. И, наконец, третий вид пропозициональных установок, про который вот как раз в конце первой главы было сказано, когда агент формирует ментальное состояние прямо сейчас. То есть ответ на вопрос, который агенту ранее никогда не задавали. Во всех этих трех случаях, то есть мы понимаем, что это три различных вида пропозициональных установок, и здесь нам неплохо бы выяснить, как же во всех этих трех случаях приписывание самому себе, то есть вот эти второпорядковые убеждения, они получают статус знания. То есть как у нас получается знания о себе, то есть не просто убеждение о своих ментальных состояниях, а именно знание о своих ментальных состояниях. Ответ на этот вопрос соответственно, это такое краткое резюме этой главы. Ответ на этот вопрос, который Пико к нам предложит, необходимое условие, соответственно, которое должно быть, но недостаточное, правда, достаточное будет сказано в 5.4. Необходимым условием выступает наличие так называемой уровня связующей чувствительности. Что это такое? и, соответственно, будет рассказано в главе дальше. Значит, сначала рассмотрим первый случай про позициональные установки, вот про эти самые СПУ, то есть когда человек, когда агент в нем находится прямо сейчас. Сознательные мысли и иные ментальные состояния могут выступать в качестве мотивов для действий и суждения агента. Все вроде бы классически, все понятно. Мы объясняем, почему люди что-либо делают, и мы объясняем, почему люди что-либо выносят какие-либо суждения на основании того, в каких ментальных состояниях они находились. Дальше, как говорится, существуют особые случаи, когда эти сознательные ментальные состояния, эти СПУ или сознательные мысли, как он их называет, когда они, соответственно, дают агенту мотив или основание. У меня периодически будет встречаться перевод мотив и основание в оригинале стоит reason. То есть можно, конечно, сказать причина, но это будет не совсем корректно, потому что причина, она предполагает причинно-следственную связь, и там должно в оригинале стоять козы английские, то есть каузальные вот эти связи. Тогда я, по крайней мере, обращала часто внимание, что когда англоязычные исследователи пишут о причинах действия агента, то есть когда мы говорим о людях и так далее, то есть не о том, как там взаимодействуют друг с другом объекты, шарики какие-нибудь, мячики и так далее. Когда мы говорим о поведении агента, о суждении агента и так далее, они используют не козы, они используют reason. То есть, соответственно, это скорее правильнее на русский язык переводить как мотив. То есть есть разница между мотивом и причиной. Причина-следственные связи они у нас там детерминированы, неотменяемые, а вот мотивы они не всегда могут вести к определенным действиям. Мотив-то есть, а действие может не случиться. В случае причины-следствия вроде в рамках жесткого детерминизма у нас такого произойти не может. Вот, поэтому у меня периодически будет встречаться мотив, периодически будет встречаться основание. Просто чисто потому, что иногда красивее перевести как основание. Но речь идет везде в оригинале state-freeism. Итак, мотивом или основанием приписывания себе убеждения в том, что Дубчик был премьер-министром Чехословакии, как раз-таки выступает суждение, что Дубчик был премьер-министром Чехословакии. И тут нам Пикок предлагает такую вот трехчастную модель того, как агент приписывает самому себе убеждение. То есть сначала у него появляется, вот в этом конкретном примере с Дубчиком, у него появляется пропозициональное воспоминание, что, да, действительно, вроде тогда, в те времена Дубчик был премьер-министром. Затем он, соответственно, основываясь на своих воспоминаниях и принимая идею того, что на его память можно полагаться, он, соответственно, утверждает содержание этого, соответственно, воспоминания. И выносит суждение, что Дубчик был премьер-министром. Затем, после того, как он вынес суждение, для него, для этого нашего агента, будет рациональным в этой ситуации приписать самому себе наличие у него убеждения, что Дубчик был премьер-министром Чехословакии. То есть раз я вынес, делал суждение о том, что Дубчик был премьер-министром Чехословакии, значит, по всей видимости, я убежден, меня имеется убеждение, что премьер-министром Чехословакии действительно был Дубчик. То есть тут у нас опять Пикок тоже ссылается на способность агента быть рациональным. Утверждать, что 2, то есть суждение, является мотивом или основанием 3, то есть вынесение на суждение является основанием для самоприписывания, это не означает, что агент на самом деле осуществляет умозаключение, где то, что у нас было под цифркой 2 суждения, это посылка, а приписывание самому себе наличия убеждения – это заключение. Он говорит, что первопорядковое ментальное состояние, то есть какое-то сознательное воспоминание, опять же тоже суждение, оно может быть мотивом для действия. Суждение – это тоже действие. И тем не менее не представлять собой случай умозаключения. То есть, например, ощущение боли, первопорядковое ментальное состояние, оно может быть мотивом или основанием для агента вынести суждение, что ему больно. Однако мы считаем такое суждение знанием, но тем не менее мы не говорим, что в данном случае агент у нас рассуждал, то есть строил умозаключение, что я нахожусь в состоянии боли, если я ощущаю боль, следовательно, мне больно, и тогда мне больно, следовательно, мне больно. То есть построить такое маленькое рассуждение, маленькое умозаключение с двумя посылками и одним заключением. Вроде как мы действительно считаем, что агент знает, что ему больно, то есть есть статус знания, и тем не менее он не получил это знание в результате рассуждения, в результате умозаключения. Тем не менее у него было первопорядковое ментальное состояние, которое дало ему основания для того, чтобы вынести подобное осуждение. Почему мы решаем тогда, что если в случае с вот этим сознательным воспоминанием с премьером, с дубчиком, то почему некоторые, соответственно, исследователи говорят, что это рассуждение, умозаключение. Нет ничего подобного. Ситуация ничем не отличается от примера с ощущением боли, значит, соответственно, там нету рассуждения, и тут тоже нету рассуждения. Однако он говорит, что если мы скажем, что это ситуация вынесения осуждения, полученного путем умозаключения, то в случае ситуации боли, если мы действительно скажем, что нет, на самом деле все агенты простраивают такое рассуждение, когда они говорят, что я знаю, что мне больно, они на самом деле пришли к этому знанию в результате рассуждения. В общем, если такая ситуация, если мы будем считать, что ситуация именно такая, то мы не сможем представить, предложить эпистемологию приписывания самому себе ощущения. То есть предполагается лишь, что я рационально прихожу к заключению, что мне больно, исходя из посылки, что мне больно. Если мы признаем, что это рассуждение, то мы должны согласиться, что да, это рациональный переход от посылки к заключению. Тем не менее, все это кажется Пикаку очень странным, но никакой дополнительной аргументации, почему же это странно, Пикак нам не предлагает. Просто говорит, что мы же так не делаем в случае боли, значит, так не надо делать и в состоянии СПУ, сознательными воспоминаниями. Дальше он формулирует, дает наконец свое определение того, что же такое сознательное приписывание самому себе. Дальше будет СП. Это приписывание агентам самому себе установки с определенным содержанием, сделанное на основании нахождения его в сознательной установке определенного вида с тем же самым содержанием. То есть это вот фактически переход от 2 к 3, вот от 1 к 2. То есть находился я, было у меня сознательное воспоминание о том, что Дубчик премьер-министр Чехословакии, и это стало основанием для того, чтобы я вынес суждение, что Дубчик был премьер-министром Чехословакии, а это в свою очередь стало основанием для того, чтобы я приписал самому себе наличие такого убеждения. Фактически то, что говорит Пикок, и он сам это признает, это частный случай процедуры приписывания, предложенной Гарретом Эвансом еще давным-давно. Что было у Гаррета Эванса? Он тоже пытался критиковать картезианскую представление о знании о себе, критиковать идею того, что мы, когда пытаемся выяснить, в каких же ментальных состояниях мы находимся, мы обращаемся внутрь себя, то есть ищем где-то там в этом ментальном пространстве свое ментальное состояние, находим его при помощи интроспекции, и затем даем, соответственно, вербальный отчет, что вот у меня есть убеждение, что там земля круглая. Эванс говорит, что на самом деле мы не обращаемся внутрь себя, мы обращаемся наружу, от себя, то есть к окружающему миру. У него есть такой классический пример, который тоже всегда везде используют. Что будет, если у вас спросят, убеждены ли вы, ну, то есть в английском стоит там do you believe, есть ли у вас убеждение, что там скоро начнется Третья мировая война, ну, или там Четвертая мировая война, неважно, что мы должны сделать? Если мы будем в рамках картезианской модели действовать, в рамках вот этой, соответственно, признания интроспекции и так далее, то мы вроде как должны заглянуть внутрь себя, найти там, поискать у себя ментальное состояние убеждения, найти его, и это убеждение может быть, что там, да, начнется Третья мировая война, а нет, не начнется. Мы его находим, достаем и, соответственно, делаем вербальный отчет о том, что вот у меня имеется такое убеждение. Эванс говорит, на самом деле, когда вы отвечаете на подобный вопрос, ответ на этот вопрос ничем не отличается от того, если бы вам задали вопрос, будет ли Третья мировая война. В этом вопросе, когда вас просто спрашивают, будет ли Третья мировая война, вы оцениваете положение дел в мире, то есть вы обращаетесь к миру, к тому, что находится вне вас. В чем разница, если мы говорим, есть ли у вас убеждение, что будет Третья мировая война? Вы точно так же, когда вы пытаетесь сказать, есть у вас убеждение, какое у вас убеждение, соответственно, есть у вас убеждение, что оно будет, или у вас убеждение, что ее не будет, вы в любом случае обращаетесь к окружающему миру. Вы рассматриваете те же самые свидетельства, вам нужны те же самые свидетельства для того, чтобы ответить на вопрос о своем убеждении, что и свидетельства для того, чтобы ответить на вопрос просто, будет ли Третья мировая война. То есть для того, чтобы получить знание о себе, мы обращаемся не внутрь себя в рамках этой картезианской модели, а мы обращаемся наружу, то есть к миру. Соответственно, мы не ищем эти ментальные состояния внутри себя. Мы просто оцениваем, что происходит в мире, и в зависимости от оценки, которую мы дали, мы приписываем рациональным образом себе наличие убеждений. То есть не наше убеждение находится в начале причиной нашего вербального отчета, а скорее наш вербальный отчет, точнее наше вербальное какое-то высказывание о том, что в мире происходит, оно является основанием для того, чтобы мы приписали себе наличие у нас убеждения. То есть меняется вот это вот направление приписывания. В картезианской модели мы сначала находим убеждение, потом говорим, что что-то делаем на основании этого убеждения, и говорим, что-то на основании этого убеждения высказываем. Эванс говорит, да на самом деле мы сначала смотрим о мире, делаем какое-то высказывание, а только потом делаем шаг назад и говорим, что да, оказывается, у нас там было убеждение и так далее. Пикак, ну, честно говорит, что да, это, в общем-то, частный случай процедуры приписывания, предложенной Эвансом. Ничего, в общем-то, нового тут не появляется особо. Вот. Далее Пикак, возвращаясь к этим сознательным приписываниям, он говорит, что они требуют наличия некоторой рациональной чувствительности. Ну, понятно, почему рациональной, то есть мы не можем просто так приписывать себе какие-то убеждения непонятно откуда. Мы должны понимать, откуда они появляются. И вот при этих сознательных приписываниях агент делает переход от содержания некоторого начального состояния, то есть какого-то там, опять же, пропозиционального воспоминания про дубчика, к, соответственно, уже к следующему состоянию, то есть суждению, и затем к следующему состоянию приписыванию себе убеждения. Но само состояние, конечно же, оно должно быть определенного вида, то есть нельзя там от, перейти от, не знаю, ощущения к, от воспоминания к ощущению, например. То есть сначала должно быть ощущение, потом будет воспоминание об этом ощущении. Сречь идет о том, что состояние, то есть типы ментальных состояний, вот эти установки, в которых агент может находиться, они должны быть определенного вида, и переходить можно только от одного вида к другому, а не просто беспорядочные и хаотичные. Дальше, соответственно, чтобы показать, что на самом деле заключения здесь нету, в этом переходе, значит, от 1 к 3. И как говорит, что фактически агенты используют шорткаты. То есть фактически у нас посылка, если это называть посылкой, это не совсем, конечно, посылка, но ладно, что, в общем, этот второй шаг, это как будто бы вот пропущенная посылка, или там, не знаю, ну да, пропущенная посылка, наверное, так и надо сказать, что, грубо говоря, ну что-то типа интимема получается, если совсем уж сказать, грубо говоря, хотя, конечно, это не интимема. Вот, в общем, агент, наш обычный рациональный агент, он переходит от 1 к 3, и он момент 2 выпускает. Но в таком случае вот он называет эту ситуацию провалом псевдотранзитивности. То есть 1 дает основание для 2, 2 дает основание для 3, но 1 не дает основание для 3 в нашем ситуации. Соответственно, когда вспоминает этот пример с Дубчиком, значит, под 1 у нас было сознательное воспоминание, что Дубчик премьер-министр Чехословакии, под 2 у нас было суждение уже о том, что Дубчик был, соответственно, премьер-министром, а под 3 у нас уже было, наконец-то, приписывание самому себе убеждения, что я, значит, верю, что Дубчик был премьер-министром и так далее. Соответственно, в 1 у нас рационализируется тип суждения о том, что П, в 2 у нас рационализируется само событие суждения, что сам факт того, что я вынес это суждение. Но когда рационализация основана на отношении между самими содержаниями, транзитивность должна сохраняться. То есть когда мы говорим не о самом ментальном состоянии, а о содержании, то есть мы же ментальное состояние всегда стандартно разделяем на установку и содержание. То есть можно быть убежденным в П, можно там желать П, можно надеяться в П, можно бояться П и так далее. Мы разделяем установки и разделяем содержание. Если мы будем говорить только о содержании в стандартном нашей ситуации, то тогда транзитивность сохраняется. Если у нас П дает надежное основание для принятия Ку, а К дает надежное основание для принятия Р, то мы можем с вами перейти к тому, что П дает надежное основание для принятия Р. Но вот в случае, когда мы говорим о типах, то есть об установках ментальных состояний, а не о содержании, у нас происходит ситуация провала, ну, как он говорит, псевдотранзитивности, то есть у нас нет этой самой транситивности. Один-то дает основание для два, два дает основание для три, но один не дает основание для три. В таком случае, вот чисто логического вывода, когда у нас есть отношение не только между содержаниями, в общем-то, вот, написано, в этих отношениях находится само содержание, независимо от того, в каком отношении к нему находится агент, то есть независимо от того, в какой установке агент к этому содержанию находится. Убежден он там, боится, радуется, желает и так далее. Провал же псевдотранзитивности происходит в тех случаях, когда содержание рационализированного суждения, ну, или любой другой установки из второй посылки, является фундаментально определенным природой самого психологического состояния, которое осуществляет эту рационализацию. То есть это немножко сложная формулировка того, что Пикак сказал, насколько я ее поняла, речь идет о том, что все зависит, опять же, от того, в каком ментальном состоянии мы находимся. То есть то, что вот он сказал на предыдущем слайде, то, что я написала, что мы можем переходить от одного состояния к другому, только когда это определенные виды состояний, то есть нельзя хаотично от одного перейти к другому. Вот здесь происходит то же самое. Вот этот провал псевдотранзитивности. У нас в один состояние воспоминания, в два у нас состояние суждения, в три у нас состояние убеждения. Вот из-за того, что они все три разные, а содержание осталось то же самое фактически, да, то есть Дубчик является премьер-министром Чехословакии, то есть П никуда не делась. Но состояние отношения к этому П, они разные. В первом случае это воспоминание, что П, во втором это суждение, что П, в третьем, соответственно, это убеждение, что у меня есть суждение. Вот из-за того, что установки поменялись, содержание не поменялось, у нас происходит провал этой самой псевдотранзитивности. А если бы мы говорили о содержании, только о содержании, то есть только о П, вот в ситуации чистого логического вывода, то никакая транзитивность бы никуда не ушла, все было бы хорошо, все было бы стандартно. Но так как мы попали в область, не логики, а в область философии сознания, здесь для нас важную роль играет тот тип установки, в которой, соответственно, мы находимся. И вот раз у нас ментальные состояния, они разного типа, вот отсюда и объяснение провалов псевдотранзитивности. Далее. Он нам говорит, что необходимы условия для того, чтобы наши убеждения о своих мыслях и установках, были знания, это наличие определенного вида чувствительности в нашем способе приписывания самим себе содержания наших первопорядковых установок. То есть вот он здесь пытается уже наконец-то сформулировать необходимые условия того, чтобы вот эти второпорядковые убеждения считались знанием. Как я уже говорила, достаточное условие будет в 5.4, здесь в 5.2 необходимые условия. Вот он говорит, этим необходимым условием выступает так называемая уровни, связующая чувствительность, так как она связывает вариации в первоуровневом содержании, с вариациями во второуровневом содержании. Что имеется в виду? Если мы вспомним примеры с двойниками Земли, если у нас там Оскар 1 и Оскар 2, один, соответственно, на земле другой, на двойнике Земли, если у нас Оскар 1 убежден, что там вода утоляет жажду, а Оскар 2, соответственно, на двойнике Земли убежден, что двойник Земли, двойник воды утоляет жажду, то тогда второпорядковые убеждения, которые будут себе приписывать и Оскар 1, и Оскар 2, они как бы будут одинаковыми, по сути-то, да, я убежден, что у меня есть убеждение, но вот это содержание убеждения во второпорядковом уже убеждении, оно будет зависеть от того, какое было содержание первопорядкового. То есть Оскар-1 припишет себе наличие убеждения про то, что вода утоляет жажду, Оскар-2, соответственно, припишет себе наличие убеждения, что двойник воды утоляет жажду. Вот это вот чувствительность между первоуровневым содержанием и второуровневым содержанием. Если произошло изменение, то есть некоторая вариация, на первом уровне была вода, стал двойник воды, то, соответственно, произойдет изменение и на втором уровне. было убеждение, что вода, у меня есть убеждение, что вода утоляет жажду, у меня есть убеждение, что двойник воды утоляет жажду. То, что содержание первопорядковых состояний индивидуировано извне, ну а с примером как раз-таки воды и двойника воды, так оно у нас и было, суть всех этих примеров на это и была направлена. В общем, эта ситуация нам не важна. Со статус знания у этих наших сознательных самоприписываний себе отвечает тот способ, которым мы осуществляем эти самоприписывания. Тождество, под звездочкой, потому что я, как уже упоминала, это не совсем тождество, но мы можем опустить некоторые расхождения, как говорит нам Пикок. В общем, тождество интенционального содержания или концептов первопорядкового и второпорядкового ментального состояния или убеждения, оно гарантирует соблюдение необходимого условия для сознательных самоприписываний, чтобы они могли считаться знанием. То есть, если у нас сохраняется тот же самый смысл концептов, то же самое интенциональное содержание на первом уровне и, соответственно, на втором уровне, значит, мы можем утверждать, что агенты имеют сознание. И вот, как он говорит, потихонечку начинает формулировать вот эту идею, для того, чтобы было знание, необходимо перемещение концептов. Не очень удачный перевод насчет слова перемещения. Там стоит в оригинале редеплоймент, то есть передислокация фактически, перевод куда-то, перемещение. Но понятно, что речь идет о том, что мы перетаскиваем содержание концепта с одного уровня на первопорядковом убеждении на уровень, соответственно, второпорядкового. Если мы его перетащили, ничего не поменялось, значит, у нас есть знание о себе. Если что-то изменилось, то, соответственно, знания о себе нет. Второй случай. Мы помним, что, как ты как сказал, что не все установки, которые агент приписывает самому себе, они являются сознательными. Бывают, соответственно, установки, бывают ментальные состояния, которые вот как бессознательные воспоминания. По ответу на вопросы о вашем имени, телефоне, адресе, они не требуют сознательного воспоминания. Вы их знаете, грубо говоря, автоматически бессознательно. Вот он их именует установками, в которых отсутствует промежуточное сознательное состояние. Вот на английском языке оно, значит, у него сформулировано вот так. No intermediate conscious state case. Он говорит, что ничем этот случай не отличается от предыдущих случаев. И статус знания для таких ситуаций, для убеждения о вашем имени, телефоне, адресе, и почему вы можете сказать, что вы убеждены, что у вас есть убеждение, что ваше имя такое-то. Оно точно такое же. Если есть перемещение концептов, сохраняется интенциональное содержание первопорядкового убеждения и второпорядкового убеждения, то у вас есть, соответственно, статус знания. То есть в первом случае Пикак посвятил, не знаю, где-то процентов 82 главы, про второй случай он посвятил где-то процентов 10, просто сказав фактически, что ничего особо не изменяется. Ну и оставшиеся 10 процентов главы он посвятил, соответственно, третьему случаю, где отсутствует и промежуточное сознательное состояние, и уже ранее существовавшее состояние. То есть это случай, когда мы формируем установку прямо сейчас. Как я уже говорила, ответ на вопрос, который мы никогда себе не задавали. Процедура, при помощи которой агент делает себе самоприписывание в этом случае, также гарантирует, что это самоприписывание будет считаться знанием. И снова это частный случай процедуры, предложенной авансом. Если вы меня спросите, кто был премьер-министром Чехословакии, я никогда вообще об этом не думала, и нет у меня никаких воспоминаний, и решаю я это прямо сейчас и здесь, и формулирую я ответ, что я не знаю, кто был премьер-министром Чехословакии, и приписываю себе такое убеждение, то я, в общем-то, опять же, рассматриваю внешний мир вне меня. То есть я не смогла найти в этом внешнем мире свидетельств чего-либо, которые могли бы мне сказать, кто был этим самым премьер-министром Чехословакии. Ну и, соответственно, я говорю, что внешний мир не дал мне ответа. Соответственно, этого ответа у меня нет, у меня нет, у меня убеждение, что я не знаю. В данном случае, то есть в этом третьем случае, для этого третьего вида установок, уровни, связующие чувствительность, то есть вот это перемещение концептов с одного уровня на другой, она также сохраняется. Почему? Собственно говоря, Пикок тоже никак не аргументирует. То есть он посвятил всю вторую главу первому случаю, второй и третий случаи он выделил, но особо подробного рассмотрения этих случаев он не объяснил. Просто сказал, что, в принципе, это та же самая процедура Эванса, и ничего не изменяется. Наконец, третья, последняя на сегодня глава, параграф, который называется «Между внутренним интроспекционизмом и подходом отсутствия оснований». Он говорит, что его позиция занимает промежуточное положение между двумя крайними позициями, внутренним интроспекционизмом. Соответственно, в оригинале он стоит «internal introspectionism». И, соответственно, «no reasons account». Я его перевела как «подход отсутствия оснований». Но, опять же, что основания, что мотивы, то же самое. То есть там в оригинале стоит «reason». Соответственно, внутренний интроспекционизм я сокращаю «voi», а подход отсутствия оснований – «o-o». Сначала он разбирает, в чём же суть подхода отсутствия оснований. Согласно этому подходу, агент не может дать объяснение тому, почему он находится в определённом ментальном состоянии, в каких-то обыденных стандартных случаях, в которых, если мы его вдруг спросим, почему он находится в этом ментальном состоянии. То есть если мы его спросим, почему вы убеждены, что Земля округлая, то никакого, в общем-то, сознательного, рационального ответа на этот вопрос он нам дать не сможет. Это объяснение, оно может быть дано, не в смысле, что оно, в принципе, отсутствует, оно есть, но оно есть на досознательном или на бессознательном, если хотите, уровне. На сознательном уровне сам агент объяснить мотивы того, почему у него есть такое убеждение, не сможет. Именно поэтому он и называется подход отсутствия оснований. Фактически речь идёт о том, что если у агента имеется некоторое первопорядковое убеждение, то он автоматически готов приписывать самому себе наличие этого самого убеждения. Ну, опять же, при условии, что у него имеется понятие самого себя, то есть он понимает, что можно, есть какая-то вот некоторая точка, которой можно приписать наличие каких-то убеждений в субъект. И, собственно говоря, у него, в принципе, есть понятие убеждения. Концептуально, скажем так, оснащён наш агент. То есть сам факт наличия агента в некотором первопорядковом ментальном состоянии уже достаточен для того, чтобы агент мог приписать себе второпорядковое убеждение. Соответственно, для подобного позиции, для подхода отсутствия оснований соответствующая эпистемологическая позиция, как говорит Пикок, это релиабилизм. И вот вам в качестве примера сторонника этого подхода релиабилизма приводит Шумейкера. И как раз таки, да, действительно, Шумейкер так и утверждал, что спецификой ментального, вот, ментальных состояния агентов такова, что как только агент попадает в это ментальное состояние, у него автоматически формируется убеждение, что он находится в этом ментальном состоянии. Это как раз-таки вот еще один камень в огород, что критика Шумейкера в камень в огород Шумейкера в плане того, что он пытался избавиться от кортезианского представления знания о себе, но на самом деле очень многое он сохранил по факту. Хотя он и критиковал эту самую перцептивную модель знания о себе, в общем-то другие элементы кортезианского представления у него остались. Почему эти убеждения или какие-либо другие ментальные состояния имеют, ну да, убеждения имеют второпорядковые, имеют статус знания, именно статус знания? Да потому что они, способ, которым агент получил эти убеждения и как у него, соответственно, сформировались эти убеждения второпорядковые относительно первопорядковых ментальных состояний, этот способ является надежным. Ну то есть вот так вот от природы задумано, вот так вот, где-то там, по-моему, даже, и как пишет, что вот так вот мозг агента нашего, значит, устроен, что как только он попадает в какое-то определенное ментальное состояние, он автоматически безошибочно может приписать себе убеждение, в каком ментальном состоянии он находится. То есть ошибка невозможна. Всегда 100% это его способность приписывать себе наличие каких-то ментальных состояний, то есть получать знания о себе, она работает безупречно. Дело не в качестве, в количестве свидетельств, которые могут нам сказать, почему агент решает, что он находится в таком убеждении. То есть таких свидетельств просто нету. У нас же как раз-таки позиция отсутствия основания, подход, соответственно, отсутствие оснований, подход, отсутствие каких-либо свидетельств в пользу того, почему мое нахождение в этом ментальном состоянии, я, значит, правильно определяю, что я в нем нахожусь. Никаких таких свидетельств в принципе быть не может, но просто способ так вот устроен, соответственно, наш мозг, такова специфика ментальных состояний, что оно гарантирует, что мы получим знания 100%. Ну, у Шмейкера, да, надо помнить, что помимо такого способа гарантированности правильного приписывания себе ментального состояния, у него от агента еще требуется наличие определенного уровня рациональности и интеллекта. Ну, в общем, интеллектуальных, когнитивных способностей. То есть, опять же, он должен быть концептуально правильно оснащен и так далее. То есть способ того, способность приписывать себе, безошибочная способность приписывать себе ментальные состояния этого агента может быть, но если у него не хватает, соответственно, рациональности, если у него не хватает, опять же, когнитивных способностей, концептуальных и так далее, то есть у него нет, например, не сформировалось понятие или концепт убеждения, то тогда знание о себе этого агента не получится. У Шмейкера чуть-чуть как бы есть попытка выхода из картезианской модели, но она не очень успешна. Ну и, соответственно, если кратко резюмировать, в чем суть подхода от оснований, неверно утверждать, что второпорядковые убеждения имеют своей причиной первопорядковые ментальные состояния. Речь идет не о причинности. Внутренний интерспекционизм в качестве иллюстрации позиции сторонника, в качестве иллюстрации того, кто же является сторонником данной позиции, здесь и, как указывает Элвина Голдмана. Значит, внутренний интерспекционизм нам утверждает, что сознательные установки – это субъективные состояния, чьим отличительным свойством является, каково это находиться в этом состоянии. Где-то это мы уже в параграфе 5.1 у Пикака видят. Очевидно, что он в этом плане с внутренним интерспекционизмом будет согласен. Однако внутренний интерспекционизм принимает интерналистский подход к содержанию ментальных состояний. А это как раз-таки то, с чем Пикак, как мы уже увидели, не согласен. Он говорит, что экстернализм-то надо сохранять. И, соответственно, понятно, почему Пикаку внутренний интерспекционизм не будет нравиться. Вот именно как раз-таки за эту часть. И не понравится им. Что значит внутренний интерспекционист утверждает? Они говорят, что некоторый уровень интенсионального содержания, которым у агента имеется знание, он не индивидуирован извне. То есть есть что-то, что индивидуировано только изнутри. Ну, то есть стандартная интерналистская позиция. А все же, что индивидуировано извне относительно ментальных состояний, то есть либо его содержание, либо, соответственно, роль, которую оно играет в объяснении действий агента или в возникновении других убеждений и так далее. Это все агенту для осознания недоступно. То есть осознавать можно только то, что индивидуировано извне. Если что-то индивидуировано извне, то агент, в принципе, не в состоянии это для, ну, в общем, до уровня сознания довести. Ну, а, соответственно, раз где нету сознания, там, соответственно, никакого знания о себе тоже нет. Какой вердикт выносит Пикок и подходу отсутствия оснований и внутреннему интерспекционизму? Он говорит, что они, и тот, и другой подход корректны в той критике, которую они друг другу предлагают. То есть то, как они критикуют друг друга, те возражения, которые они друг другу выдвигают, они правильны, Пикок с ними согласен. Но, однако, в том, что эти позиции предлагают взамен, то есть уже некоторое такое содержательное решение проблемы, то, что они предлагают, оно с точки зрения Пикока ошибочно. Ну, вот по внутреннему интерспекционизму сразу было понятно, что ему не понравится, но вот по подходу отсутствия оснований мы посмотрим дальше, в конце главы об этом скажем. Сначала, соответственно, Пикок будет разбирать, что корректного и некорректного во внутреннем интерспекционизме, потом подойдет уже к подходу отсутствия оснований. Итак, он говорит, что неправильно предполагать, что у нас нет доступа никакому содержанию индивидуированному извне. То есть, опять же, вот вспоминаем пример с двойниками Земли, соответственно, с этими Оскарами и так далее, с вот правопонятия вода. То есть понятно, что оно индивидуировано извне, у одного вода, у другого двойник воды, и неправильно предполагать, как это считают внутренние интерспекционисты, что у нас нет доступа к подобному содержанию. Мы, в принципе, с точки зрения Пикока, и, мне кажется, в этом плане, да, он прав, мы не можем дать полное описание субъективного состояния. То есть вот наш Оскар думает, что у него есть убеждение, что данная конкретная жидкость – это вода. Мы не можем описать это субъективное состояние, а внутренние интерспекционисты нам как раз говорят, что подобные состояния – это субъективные состояния, и мы их полноценно можем описывать. Так вот, невозможно полноценно описать субъективное состояние агента без того, чтобы указать на то, о чем это состояние, то есть на содержание этого состояния. А очевидно, что это содержание, то есть вода или двойник воды, оно индивидуируемое извне. Внутренний интерспекционизм может объяснить, как возможна невыводная осведомленность, то есть когда мы осведомлены о своих ментальных состояниях, но эта осведомленность получена не при помощи построения рассуждения, умозаключения. Также он не может объяснить, соответственно, раз он не может объяснить эту невыводную осведомленность, он не может объяснить и знание о себе, то есть как все-таки агента приобретает знание о своих ментальных состояниях. У агента очевидно есть содержание, которое индивидуируемое извне. Но раз он говорит, что к ним доступа нет, то тогда мы, в принципе, не можем объяснить, как это агент в таком состоянии находится и как это он о нем узнает. Ну и, соответственно, следом мы еще и не можем объяснить знание значения высказываний других агентов, потому что, соответственно, другие агенты точно так же делают высказывания о своих ментальных состояниях, о своих убеждениях. Раз эти высказывания и их убеждения тоже содержанием их являются некоторые, в общем-то, содержание индивидуировано извне, и, соответственно, раз мы с точки зрения внутренних интерспекционистов это все объяснить не можем, то, соответственно, как мы знаем значение высказываний других агентов, мы тоже понять не можем. То есть мы исключили, как внутренние интерспекционисты, возможность агента осознавать индивидуировано извне содержание, и мы просто исключили автоматически кучу ментальных состояний, в которых наш агент может находиться. И объяснить внутренний интерспекционист, почему агент в них находится, как он о них знает, И как, соответственно, мы вообще можем понять, что сказал нам другой агент о своих ментальных состояниях, мы, соответственно, тоже не можем. Это неудовлетворительный результат, соответственно, внутренний интерспекционизм не очень хорошая позиция. Итак, отрицание того, что у сознательных установок, в которых агент находится, это вот эти самые СПУ, которые были в 5.1, имеется, значит, у этих СПУ имеется индивидуируемое извне содержание, оно приводит к возникновению трех направлений проблем. Ну, фактически речь идет о том, что вот Пикок находит некоторые три сложности, которые следуют из того, что внутренние интерспекционисты отрицают возможность осознавать индивидуируемое извне содержание. Первое направление задается таким вопросом. Как сформированные в результате сознательного размышления убеждения могут получить статус знания, если содержание такого убеждения индивидуировано извне, но сам процесс рационального размышления допускает только индивидуацию изнутри? То есть, в принципе, этот вот вопрос, который он задается, это вот фактически то же самое, что было сказано на предыдущем слайде. То есть только здесь речь идет о убеждениях, полученных в результате. Ну, я тут поставила сознательного размышления, но речь идет, конечно же, не о размышлении в смысле построения рассуждения, а в смысле просто вот некоторого сознательного рассмотрения. То есть вот наш пример с дубчиком, это и сознательным воспоминанием, он тоже сюда подойдет. То есть это убеждение, которое агент себе сформулировал, получил, он получил его как раз-таки вот в процессе сознательного, ну, может быть, лучше даже сказать, рассмотрения. Не размышления, а рассмотрения. Вторая проблема, которая возникает, это проблема разрыва, как кажется, пикаку, между содержанием мысли и реляционным свойством действия, которым объясняется наличие, которым объясняется наличие агента этой мысли. Что значит реляционное свойство действия? Это то, что действие, соответственно, которое агент выполняет, ну, там, не знаю, опять же тоже, протянуть руку, взять яблоко или еще что-то, куда-то повернуться, куда-то обратить, соответственно, свое внимание конкретное в данной ситуации по отношению к внешнему миру. Вот это реляционное свойство, потому что оно связано с внешним миром. Есть некоторые отношения меня и яблока, по отношению к которому я тяну руку и так далее. И вот содержание мысли и реляционное свойство действия, они оказываются разделены у внутренних интерспекционистов. То есть действие не получается с точки зрения внутреннего интерспекциониста рационализировать сознательной мыслью, которая не индивидуирована извне. Но действия, которые я осуществляю, они так или иначе предполагают, что это действие с внешним миром. То есть, опять же, мне не может убеждение, что там, не знаю, это яблоко красное, и вот я тяну руку к этому яблоку. Соответственно, без яблока, а именно оно индивидуирует, соответственно, содержание моего убеждения, что это яблоко красное, ничего как бы не получится. И в таком случае и действием, почему я тяну руку к яблоку, а я могу ее тянуть именно к этому яблоку, потому что, например, я люблю красные яблоки и тяну руку именно к красному яблоку, а не к зеленому. Соответственно, объяснить, почему все-таки агент дотянулся до красного яблока, а не до зеленого, в данном случае не получится. Ну, потому что внутренний интроспекционист заблокировал возможность объяснения, в принципе, осознания агента, содержание, которое индивидуируется извне, а то, что это яблоко красное, это мое содержание убеждения, оно индивидуируется извне. Все, значит, я больше не могу объяснять, почему я дотянулась до красного яблока, а не до зеленого. Вот этот вот разрыв пикок, как ему кажется, здесь обнаруживают, хотя он и не первый его совершенно обнаруживает. Вот, ну и, соответственно, значит, внутренний интроспекционизм тоже ответит, в общем, закрыть этот разрыв никак не может. Ну и, наконец, третья проблема, которую он формулирует, что если содержание опыта, полученного при помощи органов чувств, индивидуировано извне, то, как вроде нам кажется, да, то сознательные суждения, вынесенные на основании этого опыта, будут страдать от потери информации. Ну, опять же, при условии того, что внутренние интроспекционисты нам говорят, что содержание таких суждений, оно извне как раз не индивидуируется. Ну, то есть, опять же, если я считаю, что сознательные суждения я могу выносить только относительно содержания, которые индивидуированы изнутри, а всё то, что индивидуировано извне, моему осознанию недоступно, то, когда я делаю суждения об окружающем мире, они как бы, в общем-то, ну, не совсем об окружающем мире получаются, если совсем уж так радикально говорить, а если чуть менее радикально, то вот происходит некоторая потеря информации. То есть, мы теряем ту информацию, которая могла быть нами получена, которую мы могли, соответственно, сформулировать себе в качестве убеждения и приписать себе, конечно же, наличие этого убеждения, как из того, что мы сказали, что эта информация нам недоступна, потому что всё, что индивидуировано извне, с точки зрения внутреннего интроспекциониста, оно нашему осознанию недоступно. И дальше ПИКОК интересуется, то есть, раз мы видим такие сложности с внутренним интроспекционизмом, автоматический вопрос, который возникает, кто же вообще может принимать такую позицию, то есть, почему нам следует, грубо говоря, как бы, соответственно, внутренние интроспекционисты могли объяснить, почему нам следует принимать их позицию, которая как раз-таки отрицает, что сознательные ментальные состояния, содержание которых индивидуировано извне, могут служить основаниями для мыслей и действий, потому что внутренние интроспекционисты, они нам сказали, что нет, они такими основаниями служить не могут, потому что они недоступны для осознания. Вот, то есть, почему кто-то может быть сторонником внутреннего интроспекциониста? Вот ПИКОК говорит, что он обнаруживает три основных мотива для подобного, соответственно, отрицания. Почему кто-то начинает отрицать? Первый мотив. Идея того, что природа, приписывая не самому себе, который получает статус знания, не совместима с экстернализмом в отношении содержания ментальных состояний. Ну, то есть, вот это как раз-таки идея того, что мы либо за привилегированный доступ агента к своим ментальным состояниям, либо мы за экстернализм в отношении содержания ментальных состояний. И, по всей видимости, кажется, на первый взгляд, что они несовместимы. И, соответственно, терять идею привилегированного доступа к своим ментальным состояниям нам не хочется, значит, надо оказываться от экстернализма. Ну, тоже довольно известная позиция, тот же самый Макинзи, который предложил аргумент. Вот, скорее всего, где-то вот он, наверное, тут в сторонниках первого мотива находится. Как, соответственно, Пикок говорит, что этот мотив не очень хороший, и, соответственно, и нету оснований-то внутренний интерспекционизм принимать. Он говорит, что, в принципе, возможность совместить идею доступа к своим, привилегированного доступа к своим ментальным состояниям и позицию экстернализма, она имеется. Это как раз-таки вот его промежуточная позиция, которую он защищает, вот которую он пытается регламентировать. И он говорит, что раз такая возможность есть, значит, первый мотив у нас автоматически отпадает. Второй мотив. Это конкретные примеры, которые заставляют сомневаться в предложенном решении. Ну, это вот, опять же, все вот эти вот мысленные эксперименты с тем, что вода влажная, вода утоляет жажду, или там двойник воды влажный, двойник воды утоляет жажду и так далее. Он говорит, что все суть этих примеров заключается в том, чтобы показать, что на субъективное переживание убеждения, а, соответственно, там вот Оскар-1, Оскар-2, двойник Оскара, значит, на двойнике земли, вот их субъективное переживание убеждения. Вот на их субъективное переживание убеждения влияет именно тот компонент интенсионального содержания, который не изменяется при изменении окружающей среды. А раз мы как раз говорили вместе с внутренними интерспекционистами, что все эти наши установки, о которых мы ведем речь в данном случае, это сознательные, субъективные состояния с некоторым вот этим феноменальным, феноменальным качественным свойством, каково это, вот на это качественное феноменальное свойство, соответственно, влияет тот компонент, который не изменяется при изменении окружающей среды. То есть что-то есть такое, что остается стабильным и у Оскара, и у двойника Оскара на двойнике земли. И, соответственно, вроде как кажется, что тогда индивидуируемое из вне содержания, оно, конечно, может быть, и есть как бы более умеренная позиция в рамках внутреннего интерспекционизма, которые говорят, что да, может быть, что-то там и влияет, но на никакого дополнительного, важного, существенного влияния на субъективное переживание вот этой установки ментального состояния это индивидуируемое из вне содержания не оказывает. Ну, то есть какая разница, вода это, двойник это воды, сам факт убеждения или там переживания, переживания, убеждения, что вот вода утоляет жажду или вода влажная, и двойник воды утоляет жажду, двойник воды влажный. Дело не в том, что у нас поменялось, соответственно, понятие концепт и поменялся объект, который, соответственно, выступал референтом для этого понятия. Что-то осталось все-таки общее, и вот это общее, оно как раз-таки и влияет на субъективный характер переживания. И поэтому мы, следовательно, должны принимать внутренний интроспекционизм, а экстернализм отбрасывает. Ответ, который говорит Пикок, естественно, он отрицает этот мотив, говорит, что хороший это мотив, он говорит, что даже если это и так, то из этого совершенно не следует, что субъективные сходства к переживанию убеждений, у Оскара, значит, один и у Оскара два, они объясняются тем, что содержание индивидуировано не извне. То есть нет здесь никакого следования с позиции Пикока, и, соответственно, ничего не мешает нам придерживаться идеи того, что действительно есть некоторый субъективный характер этих установок, этих переживаний, и, с другой стороны, говорить, что содержание индивидуируется извне. То есть он опять пытается примирить экстернализм и идею привилегированного доступа. Ну и, наконец, третий мотив – это так называемая трилемма знания о себе. Фактически речь идет о том, что затем в литературе получила название «Проблемы наличия у знания о себе, свойства безосновности». То есть о чем идет речь? У нас есть три возможности, как можно получать знания вообще. То есть сейчас не про ментальное состояние, а про знания вообще. То есть, ну, в частности, там, объектов окружающего мира. Мы можем получать это знание посредством наблюдения, ну, то есть непосредственно контакта с объектами внешнего мира. Мы можем получать знания при помощи умозаключения. То есть какие-то там у нас посылки есть, и из них мы что-то там через много-много-много шагов вывели, получили заключение, и вот у нас тоже появилось какое-то новое знание. Больше способов получить знания у нас нету. Ничего больше невозможно придумать. Соответственно, у нас остается какой вариант? Если мы пытаемся выяснить, почему наши второпорядковые убеждения, они имеют статус знания, значит, мы должны сказать, что мы либо их получаем на основании наблюдения, либо на основании умозаключения, либо ни на основании вообще ничего, то есть нет никакого основания. То есть у нас вот такая вот релема появляется. И как говорит, что ее сформулировал первый Богосян, Богосян, как он там правильно читается. Вот. Я, если честно, поискала, но чего-то не нашла. Много кто про нее говорил, но, возможно, как раз-таки Богосян первый как раз и был. Не помню, если честно. Я это уже со времен диссертации. Вот. Что здесь у нас получается? Мы, очевидно, видим, что знание о себе не основано на внешнем наблюдении, ну, потому что это не про объекты вне нас. Оно не основано на внутреннем самонаблюдении, потому что у нас есть куча, соответственно, уже аргументов и куча позиций, которые критикуют идею внутренней интроспекции, в частности, Эванс, например. Мы понимаем, что знание о себе не основано на умозаключениях, то есть когда агент говорит, что ему больно, или когда агент говорит, что у него есть убеждение, что земля круглая, ну, не строит он, очевидно, сознательное рассуждение, где у него есть посылки, где есть заключения, значит, по всей видимости, знание о себе вообще ни на чем не основано. Это, кажется, плохой вариант, потому что, ну, как это так получается, что у нас есть знание, но нет вообще никакого способа, как к этому знанию прийти. Ну, и по-другому вот эта идея свойства безоснованности знания о себе, то есть у него не над чем. В общем-то, это очень, получается, третий выбор, третьей части этой трилеммы, что, получается, раз нет основания, то вот и есть у знания о себе свойства безоснованности. Это фактически то же самое, что утверждает, что знание о себе не является когнитивным достижением. То есть обычное знание, которое, когда мы говорим о знании не о ментальных своих состояниях, а о знании объектов окружающего мира, и, соответственно, например, о знании ментальных состояний других агентов, то есть третьих лиц. И в том и в другом случае мы говорим о том, что знание является когнитивным достижением. То есть агенту нужно приложить какие-то усилия для того, чтобы достичь знания. Эти усилия он прикладывает как раз либо через наблюдение, через умозаключение, но он, грубо говоря, что-то все-таки должен сделать для того, чтобы это знание получить. Он может ошибиться, то есть у него есть эта возможность, зазор того, что он может не попасть в знание, то есть у него будет убеждение, но там ошибочное, ложное убеждение, истинности не будет, как минимум. Ну и, соответственно, вот у знания есть свойство быть ошибочным, обычно. А знание о себе-то вроде как кажется, что тогда получается у него и свойство безошибочности есть, то есть непогрешимости, как я, по-моему, это формулировала. И, соответственно, оно не является когнитивным достижением, потому что нечего достигать. Агент не должен прикладывать никаких усилий, он уже автоматически знает, что он находится в этом ментальном состоянии. Все, больше возможностей никаких нет. И вот эта вот трилемма, что либо при помощи наблюдения, либо при помощи умозаключения, либо при помощи вообще ничего, она пугает. И как говорят, что на самом деле эти три возможности, то есть они не исчерпывающие, то есть, в общем-то, трилеммы как таковой нет. Есть еще какой-то член, который где-то там потерялся. Вот мы приводим пример, что знание свойства содержания актуального визуального восприятия, то есть, если я что-то там наблюдаю, на что-то смотрю, оно получено не посредством наблюдения, не посредством умозаключения, ну а само содержание это вообще еще и индивидуировано извне. Я не очень поняла, что он здесь имел в виду, потому что, по-моему, очевидно, что если я получаю знание свойства содержания какого-либо визуального восприятия, то как минимум процесс наблюдения у меня участвует в приобретении этого знания. Может быть, он имел в виду что-то другое, я, возможно, что-то не поняла. Но вот этот вот его ответ, почему все-таки трилеммы нету, есть еще какие-то дополнительные возможности, я не очень поняла. И вот, соответственно, он дальше говорит, что, тем не менее, мы можем в этой ситуации, значит, с вот этим актуальным визуальным восприятием, утверждать, что наличие зрительного опыта с определенным содержанием делает рациональным для агента наличие осуждения о том, что он переживает такой опыт с таким содержанием. Но опять же, что у него есть достаточные концептуальные способности, чтобы мыслить мысли с таким содержанием, у него есть представление о самом себе, как об агенте, которому можно приписывать наличие подобных убеждений и так далее. Что раз у меня есть зрительный опыт, я рациональный агент, и я должен приписать себе наличие осуждения о том, что у меня есть опыт зрительного восприятия какого-нибудь очередного яблока. Ну, наконец, в общем, раскритиковав внутренний интерспекционизм, Пикакан, наконец, подходит к тому, чтобы сказать, в чем все-таки внутренний интерспекционизм прав. А прав он в том, что он подчеркивает субъективный аспект сознательных установок, как я уже об этом сказала ранее, и их способность специфицировать, каково это для агента. То есть сознательные состояния действительно служат мотивами для приписывания самому себе этих состояний. Ну и, соответственно, есть какая-то все-таки связь между тем, чтобы находиться в первопорядковом состоянии и тем, чтобы, соответственно, приписать себе второпорядковое убеждение. И, соответственно, раз мы говорим, что одно состояние дает основание для другого состояния, то автоматически наш разговор уже предполагает, что это должны быть два разных состояния. Но в таком случае получается, что у нас все-таки есть основание для того, чтобы приписывать себе второпорядковые убеждения, и наше объяснение, оно как раз-таки указывает на наличие таких оснований, которые доступны для создания агента. Я нахожусь в сознательном состоянии, я это сознаю, и на основании моего нахождения в сознательном состоянии, я, зная, что это будет рациональным действием, приписываю себе нахождение в этом сознательном состоянии. А, значит, таким образом мы с точки зрения ПИКОКа доказали, что подход отсутствия основания, он ошибочен. И в этом плане внутренние интерспекционисты, они оказываются более правы, когда говорят о том, что все-таки эти основания есть, а сторонники подхода отсутствия основания оказываются неправы, потому что мы вроде как нашли основание, значит, все хорошо. В множестве сознательных состояний, говорит нам, соответственно, ПИКОК, это уже практически самый конец этой главы, он говорит, что нам следует выделять под множество состояний, каждый элемент которого имеет свойство быть индивидуированным в терминах того, какие хорошие эпистемические основания имеются для нахождения в этом состоянии. Ну, то есть вот ПИКОК нам сказал, что подход отсутствия оснований, он неправильный. Все-таки есть основания для автопорядковых, соответственно, убеждений. И вот он говорит, можно выделить еще такое подножество в сознательных состояниях, где, соответственно, эти состояния индивидуируются в терминах того, какие же у агента имеются хорошие, достаточные, надежные эпистемические основания для нахождения в этих состояниях. То, что остается второе, соответственно, оставшееся подножество, это состояние с репрезентационным содержанием и состояние переживания и ощущения. Они не контролируются. Ну, я тут написала разумом, опять же, у него там стоит в оригинале reason. То есть, грубо говоря, рационально невозможно решить, то есть невозможно решить, определить при помощи рассуждения, что мне рационально находиться в этом состоянии. То есть что значит определить мне рационально находиться в состоянии боли? Мне больно, если я рациональный агент, следовательно, я должен признать, что мне правильно находиться, рационально, значит, находиться в состоянии боли. Вроде как с болью, то есть состоянием переживания и ощущения, но так не работает. Если я вроде как вижу яблоко, то есть у меня есть некоторое репрезентационное содержание, то как бы я не могу тоже особо сказать-то себе, что мне рационально находиться в состоянии, что я вижу яблоко, я его вижу, и всё, никуда я от этого одеться не могу. А первое подможество, которое он выделил, где у нас, соответственно, есть свойство быть, значит, индивидуировано в терминах наличие хороших эпистемических оснований для нахождения в этом состоянии, они как раз-таки, ну, грубо говоря, разумом контролируются. То есть я могу сесть, подумать, есть ли у меня достаточные основания для нахождения в этом состоянии эпистемические, если я такие основания найду, то тогда я, будучи рациональным агентом, я должен признать, что да, у меня есть такое убеждение. Если я их не найду, то я, соответственно, говорю, что нет, у меня такого убеждения нет, ну, либо там я не нахожусь в этом каком-нибудь другом ментальном состоянии. Он, правда, отмечает Пикок, что вот это первое подможество ментальных состояний, оно не с необходимостью контролируется разумом, то есть обязательно должны находиться такие эпистемические основания. Но, в принципе, такая возможность у них есть. То есть не обязательно все должны иметь это свойство, но оно у них, в принципе, может быть реализовано. И вот он их называет reason-led state. Я не придумывала хорошего перевода, но я думаю, что содержательно более или менее понятно, что это ментальные состояния, нахождения, в которых я сам сознательно, рационально принимаю решение находиться. Потому что я рассмотрел, какие у меня есть эпистемические основания, и если я нашел их достаточными, хорошими, то я говорю, да, я нахожусь в этом ментальном состоянии, следовательно, я приписываю себе убеждение, вот у меня появляется знание о себе. То есть вот при помощи этого самой способности reason, способности к рассуждению, построению рассуждения, я нахожусь в этом состоянии. Вот, и здесь, соответственно, пикок, конечно же, переходит к той идее, которая была сформулирована еще ним, а Ричардом Морроном, о том, что находиться в ментальных состояниях из этого подмножества, это быть практически приверженным чему-либо. Committed to, соответственно, тот стоит. То есть тому, чему я могу быть приверженным? Тому, что вот такое содержание имеет место, что яблоко красное. То есть мир таков, что положение дел в мире таково, что вот яблоко имеется, да еще оно и красное. Я могу быть приверженным тому, чтобы что-либо делать. То есть если я вижу красное яблоко, я знаю, что я люблю красные яблоки, каждый раз, когда я вижу красное яблоко, я его съедаю, то я протягиваю руку, беру это яблоко и его съедаю. То есть вот я нахожусь в этом ментальном состоянии, для меня рационально, соответственно, произвести такие действия. И могу, например, быть приверженным тому, чтобы считать что-то хорошее в случае желания. И так далее. Благодаря этой приверженности агент всегда может задать себе вопрос, должен ли он, будучи рациональным, находиться в таком контролируемом разумом, соответственно, в ментальном состоянии. То есть, опять же, я рассмотрел все эпистемические основания для нахождения в этом ментальном состоянии. Если я нашел, что они хорошие, достаточные, и нет ничего, что может меня, скажем так, вратить от того, чтобы находиться в этом ментальном состоянии, то я, будучи рациональным агентом, должен признать, что да, для меня рационально находиться в таком ментальном состоянии. То есть я становлюсь приверженным нахождению в этом ментальном состоянии. Если мы говорим об убеждениях каких-либо, и тут как раз вот на этом, соответственно, параграф 5.3 пикок заканчивает, агент должен оценить вероятность истинности содержания своего убеждения. То есть находиться в ложных убеждениях, это как-то, в общем, не очень хорошо. То есть хорошие эпистемические основания для того, чтобы находиться в каком-либо убеждении, это максимальная вероятность истинности содержания этого убеждения. То есть если я там говорю, что я Луна, не знаю, чего там, не знаю, Земля вращается вокруг Луны, я должен оценить вероятность истинности этого содержания. То есть насколько вероятно, что Земля вращается вокруг Луны. Если я понимаю, что вероятность низкая, то для меня, будучи рациональным агентом, нерационально находиться в состоянии убеждения, что Луна вращается вокруг Земли. И, соответственно, я не должен приписывать себе наличие такого убеждения. Таким образом, все мотивы или основания, то есть вот эти самые ризаны, для принятия убеждений, для приписывания себе убеждений второпорядковых, то есть формирования знания о себе, это эпистемические мотивы. Я должен рассматривать истинность данного убеждения. Это, опять же, напоминает нам Эванса с этим замечательным его вопросом, убеждены ли вы, что есть ли у вас убеждение, что будет Третья мировая война, и вопросом, будет ли Третья мировая война. Я в любом случае оцениваю вероятность истинности содержания убеждения моего, то есть насколько истина то, что будет Третья мировая война. Ну и, соответственно, если эта истинность высокая, то я приписываю себе наличие этого убеждения, потому что, будучи рациональным, я понимаю, что нерационально иметь убеждение в с ложным содержанием. Практические мотивы для принятия убеждений, то есть какое-то там где-то он что-то там говорит, даже я не стала это выносить сейчас, найду, говорит, что мотивы типа оптимизма, что хорошо бы иметь такое убеждение, что такое убеждение иметь лучше, чем другое, и поощрение, они как раз-таки здесь никакой роли не играют, все называют их практическими. Основная роль, основное основание, то есть на что должен обращать агент внимание для того, чтобы приписать себе наличие какого-либо убеждения, а это вот эпистемический мотив, вопрос об истинности убеждения. И, собственно говоря, если, и заканчивает он этот параграф как раз-таки обратным возвращением к своему примеру с премьер-министром Чехословакии, и говорит, что если мы попробуем рассмотреть, почему же агент приписывает такие себе убеждения, что Дубчик был премьер-министром Чехословакии, а именно как раз-таки потому, что у него есть хорошие эпистемические мотивы для подобного приписывания. То есть он оценил вероятность истинности содержания своего убеждения и приписал его себе. Все, эту истинность содержания он может, как бы, соответственно, он может, конечно, ошибиться, да, вот, но в данном случае, если он его себе приписал, то он эту истинность оценил высоко. Оценивать можно по-разному, соответственно, вот, но первопорядковое убеждение, которое он себе сформулировал, вот эти основания для принятия этого убеждения, то есть чтобы оно было истинным, они у него были. И именно поэтому он себе, соответственно, и приписал второпорядковое убеждение. То есть таким образом, если резюмируя параграф 5.3, внутренний интроспекционизм плох, потому что он, соответственно, отвергает экстернализм, подход отсутствия основания плох тем, что он отвергает основания. У интроспекционизма есть основания, но нет экстернализма, у подхода отсутствия основания есть экстернализм, но нет основания. Пикок говорит, что нет, нужно, чтобы были и основания, и был экстернализм. И вот он как раз намекнул нам с вами в 5.2, как это можно делать, это вот тождество этого концептуального содержания, что оно сохраняется с первого уровня переходит на второй, перемещение концептуального содержания. И вот как раз в 5.4 он нам скажет, что же нужно еще для того, чтобы помимо концептуального перемещения, чтобы у нас было наше ментальное состояние, могли считаться знанием о себе. Но об этом уже в следующий раз. Все, сегодня. Ага, спасибо. Что, вот я вижу, тут одна поднятая рука есть. Да, спасибо, Оля. Очень интересно и доходчиво. Я бы хотела попытаться ответить на твой вопрос про трилемму. Мне кажется, ну то есть, и со стороны Пикака было бы, конечно, хорошо прописать это более явно, но мне кажется достаточно обоснованным, понимать это его решение, то есть, эту его позицию, что никакой трилеммы нет. В следующем смысле. Вот если мы возьмем этот его пример про актуальное визуальное восприятие, то, значит, ну, в чем состоит трилемма? Что, значит, либо оно основано на внешнем наблюдении, либо на внутреннем наблюдении, либо на умозаключении. Ну и, соответственно, если ни один из этих вариантов не проходит, тогда мы говорим, что оно не основано ни на чем. Так вот, вариант Пикака состоит в том, чтобы сказать, что у него просто не один источник. То есть, и внешнее наблюдение участвует, и внутреннее наблюдение участвует, и умозаключение также участвует, хотя и не в том виде, в котором, ну, то есть, не в том виде, в котором можно было бы ожидать, если бы сказать, что ни внешнее наблюдение, ни внутреннее не участвует, а только умозаключение. Вот. Внешнее наблюдение, ну, понятно, как оно участвует. Оно участвует в связи с тем, что мы, например, когда мы приходим к убеждению, что мы сейчас видим яблоко, мы основываем это убеждение, в частности, на том, что ну, вот, у нас есть какой-то процесс, значит, зрительный, который направлен на внешний мир, и у нас есть какие-то поддерживающие убеждения относительно внешнего мира, которые, например, состоят в том, что мы можем находиться вместе, то есть, мы находимся вместе, где может быть яблоко, например, мы знаем там, что, ну, мы находимся дома, и мы знаем, что там наша мама вчера купила яблок. Также и внутреннее наблюдение может участвовать, потому что, если бы мы просто находились, скажем так, в ситуации присутствия яблока, но не имели бы определенного опыта, то мы бы, очевидно, не вынесли этого убеждения, что мы видим сейчас яблоко. и умозаключения также могут, ну, или, скажем так, что-то, что похоже на умозаключение, также имеет место, когда мы оцениваем все вот эти вот свои, в кавычках, посылки, что вот, значит, мы находимся в подходящем месте, в подходящее время, в подходящем состоянии, при подходящем освещении, то есть мы можем доверять своему визуальному восприятию, значит, мы действительно видим яблоко, а не так, что оно нам только кажется. То есть получается, что основания есть, но при этом трилемма не работает в том смысле, что мы не должны выбирать какое-то одно из трех предложенных оснований. Мы говорим, что работают они все. Вот. Ну и еще я хочу сказать, что я категорически не согласна с Пикоком в его последнем утверждении, что при формировании второпорядковых убеждений прагматические критерии не участвуют. Вот по какой причине. Мне кажется, достаточно серьезные есть резоны в пользу того, чтобы говорить, что по крайней мере для первопорядковых убеждений прагматические мотивы такие участвуют. И в этом смысле, если бы мы захотели сказать, что второпорядковые убеждения формируются без участия прагматических мотивов, нам бы пришлось сказать, что вот первопорядковые и второпорядковые убеждения это какая-то разная категория убеждений, значит, по разному механизм обоснования для них действует. Я не понимаю, почему это можно было бы сделать. И сейчас я приведу пример. Скажем, есть у человека представление об определенных этических максимах, которые требуется принимать. Ну, скажем, нужно верить в то, что нужно быть щедрым, допустим, так. Потому что ну там все релевантные какие-то, точнее, вся референтная группа данного субъекта, допустим, она вся, ну, грубо говоря, значит, признает и уважает только тех людей, которые считают, что нужно делиться. Ну, нужно быть щедрым. И субъект из этого получает основания для того, чтобы, значит, действительно верить в то, что нужно быть щедрым. Однако, как известно, против убеждения, что нужно быть щедрым, есть и, ну, то есть, есть и основания против него. В частности, ну, элементарная человеческая жадность. Человек не очень любит отдавать то, что принадлежит ему. И вот такой человек, не имея на самом деле убеждения в том, чтобы, что нужно быть щедрым, очень хочет думать, что оно у него на самом деле есть. Потому что, как же это так, что я не верю в то, что нужно быть щедрым, это значит, что вся моя референтная группа не должна меня уважать. Даже если они об этом не знают, но я-то знаю, это значит, что я и сам бы, по идее, не должен себя уважать. А мне очень не хочется себя не уважать, поэтому у меня есть склонность поверить в то, что я верю, в то, что нужно быть щедрым, даже если других оснований для этого у меня недостаточно. Вот на этом всё у меня. Да, хороший пример ты привела последний про эту, про щедрость. Насчёт трилеммы, сейчас возвращаюсь туда. Да, может быть, он имел в виду то, что ты предложила, что используется вообще всё сразу, и поэтому нельзя выделять только одну. Но честно, не расписано у него подробно, и я вообще считаю, что Пикок мог бы писать и попонятней в плане того, что как бы объяснять то, какие тезисы он выдвигает. Но у него, собственно говоря, как бы там не очень понятно написано, что имеется в виду. Но да, в принципе, с такой интерпретацией, как ты предложила, оно хотя бы в голове складывается. А насчёт щедрости, то, что ты говоришь, что он вот может рассуждать таким образом. Но в принципе, мне кажется, что вот тот пример, который ты привела, там ведь в принципе не встаёт вопрос об оценке истинности содержания убеждения. Он вполне твой агент, который приписывает себе наличие убеждения быть щедрым, потому что он понимает, что тогда его будут уважать, и он сам себя будет уважать и так далее. Оно вполне себе рационально. То есть такой хороший, классический, рациональный агент, который понимает, что ему, я в кавычках скажу, выгодно приписать себе такое убеждение, и он его приписывает, и по всей видимости, он, будучи полноценно рациональным агентом, он ещё и вести себя будет соответствующий с этим убеждением. То есть у него не будет расходиться приписывание убеждений, и его, то есть наличие, как будто бы наличие у него этих убеждений, и действия, которые он совершает. Но ведь мне кажется, что в этом примере нету совершенно вот эпистемического мотива для принятия. Так и есть. Именно про это и хотела сказать. Поэтому я очень скептически отношусь к самому понятию знания о себе. Я считаю, что было бы лучше говорить либо об убеждениях о себе, либо о знаниях о себе вот в таком вот как бы менее строгом смысле, ну уж точно не настолько строгом, как мы говорим о знаниях в рамках дедуктивных наук и так далее. То есть максимум это статус какого-то паранаучного знания, не пара, как, квазинаучного знания. То есть у нас есть какая-то теория, какие-то, значит, способы её подтверждать либо опровергать. и вот в конечном счёте любое знание о себе всегда фалибильное. Да, я согласна с тобой. Я примерно похожую позицию занимаю, что тут никакого знания это вот в классическом таком смысле. Какое мы хотим получить для знаний окружающего мира, его быть и не может. просто вот насчёт чего-то какая-то была. Ладно, если вспомню, скажу. если позволите вопрос, у меня вопрос по поводу первичных ментальных состояний. Ну, обычно мы выражаем их достаточно кратко. слышу тебя, вижу тебя, но ведь это не является чем-то принципиальным для первичных ментальных состояний. Ну, например, наблюдаю тебя не через видение, не через осязание, не через обоняние, не будет ли это эквивалентно слышу тебя. и является ли это приписанным или это не приписанным. Хороший вопрос. У меня вообще всегда встаёт вопрос, когда мы говорим о формировании второпорядковых убеждений и так далее, когда мы их высказываем, то есть делаем высказывания о чём-либо я убеждён, что, или там я вижу, что, или я ощущаю, что, возможно, сам факт вербализации какого-то ментального состояния, ну, по крайней мере, высказывания его кому-либо, а может быть, просто самому себе не обязательно вслух произнося, вот этого уже, грубо говоря, достаточно на того, чтобы считать, что произошло второпорядковое приписывание, то есть получилось второпорядковое убеждение, и вот это знание о себе, но вот в этом, да, как бы слабом смысле, как вот Аня до этого сказала, что полюбильное, допустимое, не классическое хорошее знание, о котором мы говорим, и тогда, если вот с такой позиции, тогда, если мы говорим, что я слышу тебя, вижу тебя, наблюдаю при помощи зрения и так далее, то да, это все уже будет автоматически результат сознательного приписывания агентам себе ментального состояния, в котором он находится, ментального состояния, вот наблюдения за окружающим миром. Как только он сделал это высказывание, вербализовало его, то все, это уже означает, что какой-то вот там вот процесс произошел где-то, и вот он себе приписал наличие. То есть в таком случае, да, это все уже будет считаться второпорядком в ментальном состоянии. Замечательно, Оля, но тогда можно следующий шаг делать. Неприписанного ментального не существует, несознательного, небесознательного, неприписанного ментального просто нет. А мне очень нравится такой шаг, я люблю всякие такие радикальные вещи в плане того, что мы же как раз об этом говорили, и, не знаю, я вижу Илью, он, может, меня в этом плане не поддержит, хотя, может, он как-то не так немножко предполагал, видел нашу совместную работу в статье, про которую мы писали, о том, что давно, еще когда-то, про переход от метафизики к нарративам в философии сознания, что мы избавляемся максимально от каких-либо ментальных самих по себе, каких-либо вообще сознательных переживаний, чего-то там и так далее, это все результат приписывания, а приписывание это результат того, что у нас есть когнитивные способности в плане того, что мы способны формировать вот эти концепты вообще, в принципе, понятийное мышление, наверное, так это можно назвать, если какие-то более традиционные формулировки использовать, и способность к языку, способность к языку без понятийного мышления, она вроде как тоже у нас невозможна, категоризация, концептуализация, это все как бы помогает, в общем, без этого язык особо не получится, и да, можно сделать этот следующий шаг, что никаких неприписанных ментальных состояний вообще не существует, но я вижу одно очевидное возражение от, даже не от сторонников вот этого субъективного характера ментальных состояний, феноменологических переживаний и так далее, а скорее даже от сторонников нейроисследований, практических исследований мозга, что мы можем зафиксировать сначала, грубо говоря, наличие ментального, что мозг человека находится в определенном состоянии, и сказать, что вот оно есть, и только затем с определенной какой-то там задержкой, какие-то милые секунды и прочее, человек говорит о том, что вот да, я осознаю, что я нахожусь в таком состоянии. Это слабое, конечно, возражение, потому что я не очень люблю использовать сведения из эмпирических, ну, в качестве доказательства каких-либо философских или теоретических построений, но в принципе такое возражение возможно, и на него как бы ответ еще тоже надо бы продумать. Так, спасибо, спасибо, но я... Виктор Ильич, если позволите, я просто это, раз уж ты меня помянула, да, я помню, конечно же, то, о чем мы говорили, у меня до сих пор остается некоторое непонимание. Вот смотри, редуцировали мы, ну, скажем так, к языку, я, возможно, неправильно употребляю слово редуцировали, здесь не имеется в виду, что да, хорошо, у нас осталась такая философско-языковая проблематика только и так далее, и у нас остался только язык, который как будто бы не говорит о каких-то сущностях, казалось бы. У меня вопрос, как ты себе это понимаешь? Почему утверждения о наших ментальных состояниях истины? Они на что ссылаются? Я поняла, тебя интересуют вопросы референции выражений естественного языка. Хороший вопрос, могу тебе сказать, я не знаю, как тебе на него ответить стройно и красиво вот прямо сейчас. Это надо подумать. Ну что, Ольга, излишне перебиваю, я просто, почему я конкретизировать хочу, ты мне две недели практически рассказывала, что в знании о себе нет проблемы интеграции. так вот она есть. Нет. Да. Правильно я понял, я сказала, что мне Пикак не понравился, как он ее представил, а сама проблема там есть. Я сейчас выведу на экран, где ты сказала, что в знании о себе нет проблем. Почему утверждение из-за кодистов? Пикак ее представляет. Так вот, вопрос, если мы с вами говорим о том, что ментальные состояния, философия сознания у нас все какое-то немножко другое и так далее, и это не совсем знание, у нас в принципе не должен стоять вопрос об истинности и подобных утверждений. И референта у них нет, и истинности у них нет, и вообще это все... То есть это бессмысленно высказывано? В принципе, да. Но мы и делаем. По-хорошему надо продумать, потому что, да, я согласна, что язык получается какой-то очень странный, что это у нас заворажение, которое ни на что не указывает. Просто, блин, я знаю, что мне больно, мы же понимаем, что это означает. Мы же понимаем. Значит, какое-то значение есть. Потому что мы указываем на физиологическое состояние. А вот нет. Бывает такое... Подожди, то есть получается, что значением этого высказывания является физиологическое состояние. Но... Ну, причем физиологическое состояние, там, вплоть до состояния нервной системы, мозга и все прочее. Но люди используют высказывание «я знаю, что мне больно» или просто «мне больно» и так далее. Не знаю ничего о своей физиологии. Они ничего не знают о анатомии, ничего не знают о нервной системе. Ну, некоторые, я имею в виду. Да, это нормально, это не возражение совершенно. Воспользуйся Патнемом, то есть я, точнее, воспользуюсь Патнемом для защиты от твоего этого возражения. У нас спокойные носители языка могут употреблять выражение, не зная полноценно всех условий их употребления. Лингвистическое разделение труда, все дела, ничего страшного. Нет, ты не можешь... Или так, или говоря. Я немножко не об этом. Я к тому, что эти высказывания не бессмысленны. У меня значение есть. А, ну, давай там, хорошо. Вот, значит, чего-то с ними надо делать. Значит, все-таки они что-то означают. Значит, все-таки они на что-то ссылаются. Ну, проведение. Я говорю, то есть если говорить о несознательном уровне, как вот тут Пикок разделяет сознательный и несознательный, то да, это бессознательный какой-то уровень, то есть вот знание нейрофизиологии. Все. Агенту оно недоступно стандартному. Да более того, даже и не стандартному, скорее всего, ты тоже не такой, ага, вот у меня там сейчас нейроны в таком состоянии, и вот столько выделилось там, не знаю, какую-нибудь ацетилхолина и так далее. Естественно, нет. Вот. На бессознательном уровне, да, эти объяснения можно дать. На сознательном это вот такая вот красивая мишанина. Аня, да, давай. Вот ты же сама как-то приводила пример про человека, который пришел к дантисту, сел в кресло и, значит, дантист что-то такое делает, тот говорит, мне больно, а дантист говорит, так я же еще не начал сверлить-то. Вот. И получается, что в таких случаях мы можем сказать, что такой нормальный нейрологический коррелят отсутствует, но тем не менее агент находится в каком-то состоянии, которое он концептуализирует как состояние боли. Нельзя же сказать, что он в нем не находится. Ну, как бы, он не говорит это специально там или что-то еще. Он не врет, проще говоря. Он действительно думает, что ему больно. и поэтому мне кажется, что если в случае с интенциональными состояниями можно достаточно спокойно пропускать все, что у нас между внешним миром и вот этим вот отчетом об интенциональном состоянии, то в случае ментальных состояний, которые принято называть качественными или феноменальными, все-таки проблема так легко не решается. Поэтому мне кажется, что со стороны Пикока было бы более разумным рассмотреть это все отдельно друг от друга, потому что вот там, где он говорит об убеждениях, ну, с некоторыми возражениями частными, в принципе, его точка зрения окажется достаточно разумной, но вот в случае с болью вообще непонятно, как это работает. Смотри, насчет того, что точка зрения Пикока насчет вот этих всяких репрезентационных или интенциональных состояний, она разумна, да, так он в принципе-то в общем-то ничего нового ты и не сказал. В общем-то все, что он сказал, оно, ну, уже другими говорилось и в общем-то в принципе рассматривалось и в целом как бы оно и выглядит разумно, да, то есть там можно где-то поспорить с какими-то аргументами, с какими-то его ответами на возражения, но как бы в общих чертах да, то есть ничего такого суперкритичного нету. То, что ты сказала насчет этого примера, что вот мне больно, вроде как еще не должно быть больно, но так в любом случае организм, нервная система нашего агента у донтиста, она все равно находится в каком-то состоянии. То есть если мы заберем у него нервную систему, он не сможет не сказать, что ему больно и не почувствовать, он может да, действительно почувствовать, но он почувствует что-то другое. Все равно будет у него это состояние нервной системы, в конце концов мы можем заглянуть к нему в мозг и мы можем найти, почему в какой момент он, вот секунду назад ему было не больно, а секунду после ему стало больно, он сказал, хотя донтист еще ничего к нему не применил, ничего не сделал. То есть в любом случае это состояние будет, но это нейрофизиологическое состояние, оно недоступно для объяснения на агентном уровне. Почему он его спутал с тем состоянием, которое обычно называется состоянием боли, если не принимать во внимание феноменальное сходство между ними? Я не очень поняла твой вопрос, но то есть, ну да, феноменальное сходство, ему похоже, он сказал, что больно. Ну вот, если есть феноменальное сходство, значит, есть какие-то феномены. А, ну ты имеешь в виду, что если есть феноменальное сходство, значит, феномены должны быть одинаковые, и реальная боль, и его вот это воображаемое, значит, тоже должны быть одинаковые. Ну, по крайней мере, есть какой-то слой, на котором мы можем говорить о них в единых понятиях. Он сказал больно, потому что ничего феноменального нет. Дмитрий Владимирович, поскольку вы считаете, что вы машина, я могу... Дмитрий Владимирович только что совершил революцию в феноменологии и не только. На самом деле, это ведь известная позиция. И мне вот она субъективна, я не скажу, что рациональна, но она мне привлекательна. В принципе, вот вся вот эта лингвистическая критика, языковая критика... Не совсем красиво звучит, но лингвистическая критика всех вот этих вот ментальных, феноменологических состояний. Например? Но при всём при этом... Да, давай. У меня просто сравнение. Допустим, мальчик сидит в песочнице и говорит, у меня есть деньги. Вот листик клёна, вот листик дуба, вот ещё какой-то листик. Ну, хорошая игра. И мальчик вправе так говорить. Аналогично мы вправе говорить о том, что у меня есть такое-то ментальное, у меня есть такое-то ментальное и такое тоже. Я не вижу здесь проблем. Проблемы возникают, когда у меня есть какое-то ментальное, которое мне не хочется иметь. если бы это всё было игрой, то был бы вариант выхода. Хорошо. Мальчик сидит в песочнице. У него в одной руке 100 рублёвка, в другой руке 200 рублёвка. Он говорит, у меня есть деньги. Вот 100 рублёвка, вот 200 рублёвка. И достаёт листик клёна. А вот 300 рублёвка. И мальчику говорят, ты не прав, листик клёна это не 300 рублёвка. Это объясняет ситуацию с провалами и нашими нежеланиями. Дмитрий Владимирович, можете немножко пояснить, если опять же к вашему примеру возвращаться с листиками дуба, клёна и всё прочее. Если условно говоря агент ссылается на свои ментальные состояния вот именно таким образом, а ему другие люди говорят, что нет, 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 это не так, это неправильно. Пример с деньгами я с настоящими привёл именно для того, попробуйте сказать у меня 200 рублёвка, когда вы даёте 100 рублёвку, что в магазине вам ответят? Охрану, пожалуйста. Происходит именно потому, что у нас есть какие-то объективные и общепринятые критерии отличия 100 рублёвок от 200 рублёвок и от листиков клёна. И это значит, что по крайней мере в каком-то смысле понятно, что этот смысл зависит от конвенции и там от наличия носителей этих конвенций и так далее. Но тем не менее в каком-то смысле можно сказать, что деньги объективны, что они существуют именно как деньги. да, я примерно как раз про это и уточнял у Дмитрия Владимировича. то есть, условно говоря, мне чуть проще во всяком случае, это тоже не до конца понятно, как, условно говоря, утверждение о деньгах, почему, чем 100 рублей отличается от 200 рублей, чуть-чуть более понятно, чем отличаются ментальные состояния друг от друга. Ну, в смысле, с точки зрения критериев как их отличаются. Хорошо, я попытаюсь еще тогда. Итак, феноменальные это какие-то артефакты. Можно организовать некоторую игру в эти артефакты и в этой игре задать правила. Будет аналогично деньгам. У нас есть конвенция, которую нельзя нарушать, так как мы ввели правило игры в фантике феноменального. Вот и все. А кто эти правила игры-то устанавливает? И на основе чего? То есть, почему устанавливаются правила игры в деньги, я плюс-минус понимаю, во всяком случае, если верить экономистам и так далее. И это тоже плюс-минус имеет какое-то выражение. Ну, банально, там, золотой стандарт 50 лет назад. Ну, да. Но есть игры, которые... А кто провел? Есть игры с естественным происхождением. Ну, например, русский язык или английский язык или какой-то другой естественный язык. Никто их не создавал, конвенции явным образом не заключались, но они заключались постфактум. Пришли грамматисты и расписали. изначально их не было. Я предлагаю рассмотреть в качестве примера нацию. Нация имеет достаточно очевидный способ конструирования, так скажем. Ну, по этому поводу есть работа и как бы понятно, что есть какой-то более или менее объективный феномен этничности, на который после этого наворачивается исторический процесс, конкретно нация строительства. И, ну, он, я бы не назвала его полностью сознательным или целенаправленным, но тем не менее с какого-то момента мы можем говорить, что вот такая-то нация существует, сложилась. И в этом смысле феноменальные состояния тоже могут быть и, скажем так, феноменальные понятия, то есть понятия, описывающие феноменальные состояния, они тоже могут быть некоторым конструктом, но это же не значит, во-первых, что они не осуществуют, то есть не имеют никакого, не описывают никакой области реальности. Они могут описывать ее некорректно, искаженно, но тем не менее что-то под ними есть. Ну и с другой стороны, вот это то, что под ними есть, оно не обладает какими-то собственными свойствами, собственным сходством и различием. Вот я подумала, скажем, о культуре, в которой может отсутствовать, например, понятие обиды. Ну нету у них. Как бы они не общаются таким образом, что один человек в ответ на какой-то принесенный ему вред демонстрирует такое поведение, как мы демонстрируем, когда обижаемся, а другой человек соответственно понимает, что на него обиделись и как-то там либо игнорирует, либо пытается как-то помириться или что-то в этом духе, извиняется, я не знаю. Короче, и вот вопрос мой в следующем. У них нет концепта обиды. Значит ли это, что они не испытывают подобных чувств, как мы, не бывают в подобных состояниях? Может быть и бывают, просто они не знают, что это так называется и что это вот такая игра есть. Если мы их научим, возможно они ну я думаю несложно научить обиде и гордости не только собак, но и кошек. В том-то и проблема. Феноменальные игры, они как бы могут захватывать такие области, которые нам окажутся недопустимыми. Если мы будем говорить... Вы сказали, что это концептуальные и функциональные игры? Ну да. Гордость собаки. Ну есть ли референт гордость моей собаки? Есть ли референт этого понятия? Сложный вопрос. На самом деле да, это дублирует примерно то, что я у Оли спрашивал, что является... На что ссылаются такие высказывания, то есть является их референцией. У меня вопрос такой уже, не только Владимир Владимирович, вообще ко всем. А как вам кажется, можно ли считать, что, например, вот вопрос о собаках или, например, о людях? Нас же примерно так же учат в детстве, какие слова использовать, в каких ситуациях. Можно ли сказать, что мы ссылаемся... мы наши референции, референтом наших высказываний о гордости, обиде, еще чем-то являются правила, которыми нас научили. То есть, по сути, правила языка. То есть, что мы не... То есть, наши высказывания истинные, не потому, что они ссылаются на какие-то там ментальные сущности или еще что-то, или даже не на нейрофизиологию, потому что, опять же, мы же о ней не знаем ничего. А мы ссылаемся на правила употребления слов в рамках нашего языка. Нас так научили и все. Можно так сделать? Я правильно понимаю, что это твой модальный нормативизм прослушил, да? У меня последующий вопрос после этого будет. Ну, я тебе отвечу, что да, можно так сделать, но мы в любом случае, если с тобой скажем, что, условно говоря, меня там взяли в каком-то конкретном, не знаю, в 21 веке, и мои высказывания указывают, ну, референции моих высказываний являются правила употребления выражений и построения предложений с ними, то где-то, так когда-то возможно было что-то вот то самое лежащее в основании, благодаря чему настроились эти правила, и теперь, да, все как бы вот рекурсивно так указывают на правила, но правила-то сами в основании указывают на что-то, на какие-то конкретные объекты и так далее. То есть мы в любом случае никогда не можем освободиться от этого вопроса, было ли там что-то в начале. Тут есть еще одна проблема. Сами правила сформулированы так, что они говорят, что это, ну, этот объект или этот референт является эпистемически доступным для этого вот его субъекта каким-то иным образом, нежели для всех остальных. Ну, можно называть это привилегированным доступом, можно называть это как-то иначе, но тем не менее, сам вот этот словарь, описывающий феномены, он весь предполагает, что сам человек лучше всех может, значит, ну, или, скажем так, как-то иначе может сказать, применимо к нему это понятие или нет. То есть, если человек не показывает, что он обиделся, но при этом чувствует это, мы же можем сказать, что он не выглядит обиженным, но мы не можем сказать, что он не обиделся. И поэтому, когда мы определяем условия употребления для этого понятия, исходя из правил, то мы тем самым уже предполагаем, что там дальше за правилами что-то есть. Что-то есть у него, почему он может лучше всех сказать, что он обижен, а мы только выглядит он обиженным или нет. Я, если позволите, следующий свой вопрос задам, я же не просто так про это. А наши правила языка, они почему истинны? не истинны. Почему они правильные условно? Почему мы у них вообще... Это просто конвенция? Ну да. Хорошо, но если... условно говоря, конвенция не может быть полный бред, противоречие иными словами. Такое очевидно. то есть все-таки какая-то корректность условно в наших правилах языка присутствует. Почему наши правила языка корректны, нормальные, и вот какие-то еще нормальные, хорошие, а не безумные? Почему мы их такими можем признать? Ты предполагаешь, что невозможно придумать язык и сделать такие конвенции, которые будут прям совсем-совсем бредовые? Нет, совсем бредовые с нашей точки зрения можно, но язык как система не будет существовать, если правила не будут правильными. Ну, банально система все разрушится. Но ты можешь привести какой-то пример? Условный? Конечно же, не могу, потому что это невозможно, судя по всему. Я скорее имею в виду, что, ну, подвожу, так скажем, то есть, может быть, например, правила нашего языка, они основаны, например, на теоретике множественных отношений. Как тебе такая идея? Я имею в виду семантические правила, не грамматические, а именно семантические. Мне кажется, здесь можно говорить о некоторой аналогии. То есть, когда мы создаем языки для артефактов, языки для артефактов, они строятся в рамках некоторого подражания тем языкам, которые работают с фактами и естественным языкам в том числе. Наверное, это может объяснить, не знаю. не знаю, но если, например, вернуться к языку, описывающему визуальное восприятие, то кажется достаточно несложным, ну, как-то в грубой форме накидать условия того, чтобы этот язык, его правила был истинным. Ну, просто он должен описывать естественные виды, во-первых, а во-вторых, он должен быть логически согласованным. Мне кажется, ну, опуская, что очень большой вопрос в том, что такое естественные виды и можем ли мы их как-то распознать. Мне кажется, так. Ладно, задам совсем радикальный вопрос. Можно ли сказать, что язык сводится к теории множества? А почему именно к ней? Если позволите, я уточню. Дмитрий Данович, простите, я немножко сейчас уточню. Почему именно к ней? Потому что формальная семантика на теории множества будет. Ну, в первую очередь на теории множества. То есть там теоретико-типовые подходы, они только часть охватывают, но не все. Ну, насколько я понимаю, если язык не будет согласован с теорией множеств, то этот язык ни для чего нам не пригодится в силу того, что он будет просто очень плохой язык. Только по этой причине, мне кажется. да, Оля тут просит передать, что у нее интернет очень плохо работает по какой-то причине, поэтому она пропала из конференции во всем. Мне кажется, что вопрос, на чем основан наш язык и вопрос, чем он лучше описывается, это два разных вопроса. То есть, на чем он основан, ну, это какая-то какая-то каузальная, видимо, по своей природе структура, ну, я не знаю, может быть, там вообще нет никакой логики. Но то, что он лучше описывается теоретиком множественной, с использованием теоретика множественного подхода, чем теоретика типового, мне не очевидно. Ну, как бы эта теория множеств стала некоторым стандартом для нас, но не для описания. Я бы не стал говорить, что для описания. Я просто насчет теории множеств, я не, это не моя позиция, я сам не самый большой специалист в этом, просто вот это вот условие истинностной с темантикой и все прочее, она на теории множеств сделана. Она, насколько я сейчас понимаю, она наиболее успешная, потому что другие виды семантик, они, ну, как бы тоже разрабатываются, но пока, ну, насколько я понимаю, основная это вот условие истинностной. Не значит, что она самая лучшая и все прочее, но пока лучше мы сделали. Ну, я бы сказал так, теория множеств, наверное, просто какой-то примитивный минимум для того, чтобы язык был языком. Я просто к чему введу так в итоге. Если мы признаем, что в рамках, даже не сильно важно, ну, пусть теория множеств будет, да, у нас снова тогда возникает проблема бинацерафа, исходник проблемы интеграции, которые мы обсуждаем, а что делать множество в рамках математики и математики? То есть, в итоге внезапно язык обратно начинает упираться в математику, в проблему интеграции. Условно говоря, можно пытаться решать проблему знания о себе и вообще много чего можно пытаться решать при помощи ссылок на язык. но в итоге сам язык, его истинность, истинность утверждений в рамках языка, правильность правил в рамках языка и так далее, они сами начинают ссылаться на теорию множества. А для теории множества проблема интеграции, она не то, чтобы не решена, есть подходы, но она все равно есть. То есть, это, конечно, очень хороший, интересный такой ход редуцировать к языку, но я не уверен, что он полностью снимает все проблемы. он в другую область простого. Ну, опять же, вот, если использовать теоретико-типовой подход и конструктивизм как идею поддерживать, то тогда с проблемой интеграции как раз все хорошо сразу. Согласен с тобой, да, именно поэтому я в последнее время и пытаюсь разобраться, почему теорию типов полностью не делают для формальной семантики естественного языка, любого языка на самом деле. То есть, например, Ранта в своей книжке про теоретику типов и грамматику пишет, что теория типа подходит только для некоторых фрагментов языка, то есть, для кого он пишет про суждение и вот что-то около того, но не для всего. в смысле не делают. Что значит не делают? Я сказал, что делают, но не для всего. Она нормально существует, если ты откроешь любой учебник по формальной семантике, она вся предполагает теоретика типовой подход. Я знаю. Ты, видимо, пропустила начало моего рассказа. Да, я пропустила вообще все. Ну, замечательно просто ворвалась, что называется и все прочее. Если вы дадите мне минутку, я прямо сейчас открою цитату Ранта. Редактор субтитров А.Семкин Так, не открою, это у меня не в облаке, это у меня на компьютере на основном, я в сноутбук сейчас. Потом группу могу скинуть. Ну, он примерно там пишет, что, условно говоря, в основе формальной семантики все равно лежит теоретика множественного отношения. Теория типов используется для специальных задач, для фрагментов. Ну, в хорошем смысле фрагментов. В основе все равно теория множественная. Наивная, по-моему. По-моему, ты мне тоже это говорила. Наверное, к естественному языку это особо применимо. Почему-то мы говорим, что зубных болей много, что зубных болей множество, а не одна зубная боль. нет, но на теоретико-типовом языке можно сказать, что есть более одного элемента такого-то типа. Ну и что? Вот, нашел, да, вот в переписке нашел. В этой, в таком рассмотрении теоретика-типовая, да, здесь про грамматику, теоретика-типовая грамматика не может быть полным рассмотрением языка, но может быть изучением, теоретика-типовым изучением некоторых его аспектов, суждений, контекстов, пропозиций, доказательств и так далее. Вот, это... Потому что в языке это есть еще много чего, например, прагматика. Вот в этом смысле не хватает теоретика-типовой грамматики для формального представления языка в его целостности и так далее. А все, что касается семантической части, ну ладно, я не знаю прям все или не все, я не такой большой еще специалист пока, вот, но очень многое достаточно нормально там делается. Ну вот тогда вопрос, если можно все, что семантическую часть языка обозначает, ну, выделяет, если можно все это сделать при помощи теоретиков, то тогда, да, у нас больших проблем тогда не возникнет. Тогда можно все проблемы философии сводить к языку и тогда проблема интеграции решается. Ура, можно не дочитывать дальше пикоко. Пикоко. Да пикоко, вот что. Патамин был хуже. А можно вернуться к множеству еще ненадолго? Илья, ты сказал, Илья, ты сказал, что если мы теоретиком множественно используем подход, то у нас снова возникает проблема бенцарапа. Ты имеешь в виду, которая вот как раз проблема интеграции, типа, да? Да, Платон, 93-го, 73-го года. А в каком виде она возникает? С платонизмом. Что нам опять нужны какие-то сущности. Ну, если мы берем платонизм, опять же, то есть при стандартном представлении теории множества, что ты в том числе на первом заседании по этой книжке говорил, что вот у нас есть платонизмские сущности, соответственно, непонятно. То есть для них у нас есть концепция истинности, но у нас нет нормальной пистемовой гидры. Вот в этом смысле она возникает. Можно чего-то другое, наверное, делать с ними в плане других концепций в рамках философии и математики, но у них тоже свои проблемы. То есть в итоге такое ощущение возникает, что все сводится к философии и математике, что, наверное, тоже не совсем корректно. Ну, возможно, все сводится к некой базовой теории, с помощью которой мы пытаемся все объяснить и математику, и любой язык. на что это за базовая теория? Ну, мейнстрим, конечно, теория множества. Да, ну, да, да, но проблема интеграции как для меня это решает. На самой теории множеств. Делать конструктивную теорию множеств. как же модальную структура лиги? Модальную структуру лиги придется обойтись. Я думал, тебе он нравится. Ну, он красивый, да. Да, видимо, где-то нужно в какой-то момент нужно прекращать мечтать о бесконечности. Дмитрий Владимирович, а вы что думаете о мечтании о бесконечности? Ой, я как-то затрудняюсь или ответить на этот вопрос. Но уже смотря, что мы имеем в виду под этими мечтаниями о бесконечности. Хотелось бы уточнить. Мастулирование разных видов бесконечностей, начиная от счетной бесконечности и выше вплоть до каких-нибудь недостижимых кардиналов. То есть перестать выстраивать иерархии бесконечности? Ну да, то есть если мы конструктивно к этому подходим, то у нас нету таких актуальных бесконечностей. Но тогда у нас нет и многих результатов. Конечно же. В том числе и касающихся вполне себе конечных объектов. Ну, видимо так, да. Бесконечности она, конечно, сразу же дает по парадоксу, ну, хотя бы парадокс, что целая необязательно большей части и многие другие. Если не размышлять, то и нету проблем. Да, но не знаю, стоит ли ограничиваться только конструктивным подходом? Не знаю. Лев, а для конструктивных подходов как проблема интеграции в итоге будет решаться? как в любом другом эпистемологическом подходе, вот если брать проблему интеграции, там есть метафизический с одной стороны, с другой стороны эпистемический, эпистемологический подход, когда мы начинаем сознание и подстраиваем метафизику под наше определение знания. вот здесь у нас тоже понятие знания будет базовым, то есть у нас будут признаваться существующими только те объекты, которые мы действительно построили. Ну, или хотя бы для них есть процедура построения, может быть, не актуально построили, но есть процедура, как это сделать. да, это я понимаю, а концепция истинности какая будет? А там не будет истинности, там будет процесс построения. То есть истинность это когда нужно чему-то соответствовать, что уже есть, а тут еще ничего нет, мы сами это делаем, тут истины нет. Если я не ошибаюсь, по-моему в обводной статье к фермскому фермской рубрике по философии и математике ты писал как раз, что если мы принимаем интуиционистскую или конструктивистскую интерпретацию, то возникает проблема, что мы не можем использовать концепцию истинности цитарского. Правда? То есть ее и не надо использовать, в смысле никакой проблемы здесь не возникает в итоге как она работает? Проблема, конечно, возникает. Проблема возникает в том, что семантика в духе тарского хорошо работает для разного вида языков, но если мы скажем, что для математики она не работает, то есть мы конструктивисты, например, и вот так заявили, что она не работает, то у нас получается, что математика это какая-то особая область и там ну то есть мы лишились просто некоторого единообразного объяснения для языка вообще. Вот у нас оказалось, что есть языки одного вида, а есть язык какой-то особенный и вот в чем его особенность состоит. Почему язык математики нельзя объяснить стандартным подходом вот этим вот чем он так особо отличается от языка физики или там естественного языка например. Но если мы предполагаем, что мы будем использовать это для объяснения языка вообще, то есть мы в принципе откажемся от семантики в духе тарского, ну тогда вроде никакой проблемы нет. Вот по крайней мере с этим. то есть там какие-то другие будут конечно проблемы. Мне кажется, что с математикой проблема в том, что у нее или нет языка, или этот язык является самопротиворечивым языком. Что значит для языка быть самопротиворечивым? Ну как говорят математики достаточно активно разрабатывается точка зрения о том, что математика противоречива. Ну есть такая позиция, да. Вот и тогда если мы говорим, что язык математики есть, то он будет нехорошим языком. Он будет не таким языком, как мы привыкли, каковы все наши языки. Мне кажется, для языка тут пока еще никаких особых следствий не будет. Мы можем взять абсолютно любой, даже самый простой язык какой-нибудь и язык логики высказываний, например. Но просто задать противоречивый набор аксиом, у нас будет противоречивая теория, но язык при этом не будет каким-то ущербным. То, что теория противоречивая на язык еще никак не влияет. Ну да, если говорить о теории, да. Ну и опять же, имеет ли смысл понятие языка математики, а не теории или теории? Языка математики, но имеет смысл в следующем отношении. Вот у нас есть какие-то значки, да, и мы предполагаем, что они обозначают какие-то сущности если вот мы такого платонистского как бы подхода придерживаемся, и семантическую концепцию в духе тарского себе сохраняем. То есть у нас есть значок, там какие-то цифры, например, да, и мы считаем, что они обозначают числа. Значки, которые там между цифрами мы записываем, они обозначают какие-то операции. Вот эти вот самые объекты, они где-то согласно платонисту существуют в отдельном мире вечно, неизменно. Вот, и нам повезло, что наш язык такой замечательный, что он может обозначать все эти вот объекты, и мы можем о них говорить, как-то описывать это. То есть мы не строим этот универсум, а мы его открываем, получается. Наша теория, это как бы, ну, если метафорически говоря, это характеризовать, получается, что наша теория, как это математическая, это география вот этого универсума, потому что география уже, ну, вот эти вот ландшафты и всякие другие там объекты, они уже существуют заранее. Мы только приходим и их описываем, наносим на карту. Вот так вот теория у нас получается в этом подходе. Но если нам это не нравится, если мы хотим избавиться от проблемы интеграции вот в этом смысле, который я назвал, мы можем перейти на сторону конструктивизма, но там тогда нам придется вот отказываться от всей этой прекрасной картины и что-то другое делать. Ну, то есть, если так в целом посмотреть, нет никаких причин для того, чтобы существовала только одна математика, даже если все придут к убеждению, что наилучшим проектом для получения этого вот конечного обоснования математики является именно конструктивизм. Никто же не говорит, что нельзя после этого будет заниматься плотонистской математикой, просто тогда это будут какие-то совершенно разные области знания, совершенно по-разному определяющие для себя свой объект. И будет хорошим вопросом, почему мы можем думать о том, что эти две теории каким-то образом связаны. мне кажется, что в принципе ты права насчет того, что нет никаких причин в рамках философии математики, да и самой математики, чтобы были разные математики буквально основные. Мне кажется, проблема есть прагматическая, что ли, ну или там отхоковая такая. На математике ведь у нас работает множество наук, физика, например, то же самое. На какой математике они должны работать? Какая математика лучшая? Как между ними выбирать? Я думаю, это физики должны решать. Какая им нравится математика? Пусть ту и берут. Безусловно, но на физике работают атомные станции, которые у нас вот тут под боком. Не знаю, как у вас, у нас вот белая ярочка так далеко. Мне неспокойно, если физики просто отхоково рандомно от бросков монетки или еще как-то будут выбирать, какую математику им использовать при своих исследованиях. Хотелось бы, чтобы это была хорошая математика. А как определить критерий хорошести — это вопрос. Но ведь эти математики, что касается некоторых прикладных истин, друг другу не противоречат. Как это было бы не странно, наверное. Арифметика и конструктивная, и классическая, они, в общем, одинаковые. Где 2 плюс 2, 4, и все в порядке. Не противоречат пока, я бы даже сказал. То есть, да, с арифметикой это понятно, но в физике много чего используется. Сложно пока сказать, в какой момент это может стать проблемой. В конечном, в итоге, ведь вопрос-то возникает, почему мы должны доверять математике в рамках использования математики в наших научных теориях. Ну да, для физики, конечно, очень важно гораздо другая математика, попродвинутая, чем арифметика. Но в частности, анализ, всякие дискретные математики, точнее. Вот, но с дискретной математикой у конструктивистов есть сложности как раз таки. Ну есть конструктивный анализ, где-то в 60-х годах построил его Бишев, но вроде как он не очень удобен для конкретных приложений в области физики. Ну все это можно решать чисто прагматическим путем, если мы будем брать конечное использование устройств, которые делаются с использованием этой математики, то можно просто сказать, что вот такие-то задачи можно решать с использованием любой математики, а такие-то, скажем, только с использованием конструктивистской. Или что-то в этом духе? Там скорее только с использованием платонистской. Насколько я поняла, опасения Ильи состоят в том, что если платонистская математика менее надежна, то она может каким-то образом нас подвести в критическую ситуацию. Нет, наоборот. Я потому, что конструктивная математика может оказываться менее надежной. В этом-то в определенном смысле парадоксальность, ну не в смысле логичный парадокс, что платонизм при всех своих проблемах и все прочее, он невероятно удобен и надежен в рамках, ну как Целище, по-моему, отписал, что платонизм это философия работающего математика, и оно работает. И непонятно почему, потому что с ним, казалось бы, куча проблем должна быть в области оснований математики. Оно работает почему-то. А когда мы делаем то, в чем нет проблем с точки зрения оснований математики и конструктивных подходов, то возникают сложности. Ну, честно сказать, мне кажется, мы немного преждевременно на эту тему перешли. Все же тут вопрос был в знании о себе. Мне кажется, эту тему закономернее было поднять, когда мы уже закончим книжку обсуждать. Тут у нас еще много всего впереди. Ну, кстати, если уж мы сюда выехали, мы можем обсудить вопрос применения той же самой идеи, которая применяется конструктивистами философии математики вот в этой области. Потому что она, в общем-то, легко переносится, как будто бы. Что вот есть какие-то действия, которые мы просто умеем делать. И, соответственно, есть какие-то прагматические определенные объекты, которые мы знаем как распознавать и опять же знаем, что с ними делать в случае встречи с ними. И точно так же есть какие-то прагматические определенные категории, касающиеся ментальных состояний. Ну и вот все. Мы не знаем, что там за ними стоит. Вот эта самая феноменальная реальность, она может сколько угодно быть нами не понята, но суть в том, что интенциональность и все вот эти вот сложно сконструированные, социально сконструированные феномены, они, ну мы просто умеем, мы просто сами сконструировали это, и поэтому мы знаем, что это такое, умеем с ними обращаться. Как вам эта идея? Тут ведь вопрос возникает относительно того, кто сконструировал. Если я сам сконструировал, то тогда, наверное, можно сказать, что я умею с этим обращаться и больше мне никаких дополнительных объяснений не надо. А если сконструировал кто-то другой, то все равно потребуется объяснение, как он это сделал и что он имеет-то в виду под всеми этими конструкциями. Да, это хороший вопрос, потому что если попытаться тут говорить о каком-то конвенционализме, потому что то опять же возникает вопрос, а одинаковым ли образом мы понимаем эти конвенции и вообще всегда ли у нас есть хоть какое-то единое представление о том, в чем они состоят. Да, 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 да. И это все касается и языка в принципе, потому что тоже конвенциональный элемент там большую роль играет. Я предлагаю завершаться, потому что если в следующее воскресенье мы продолжим дальше разбирать Пикака и его идею со знанием о себе, то мы скорее всего ко всем этим вопросам вернемся, потому что там продолжится больше как раз-таки вопрос о теории концептов. То есть он же говорит, что без этой теории вы ничего, ну то есть без обращения того, как у нас функционируют понятия, вы никак проблему интеграции для знания о себе не решите. И там, мне кажется, опять все вот эти наши вопросы в связи с языком, с содержанием понятий, с объемом понятий и так далее, они все заново всплывут, и мы сможем продолжить это же обсуждение. Да, наверное, большое спасибо, Ольга, очень было интересно. А понятие, это действительно очень загадочные сущности, мало кто знает, что это такое, может быть, Пикок нам поможет. Вы на логике и аргументации на лекциях также рассказываете, да, студентам? Ну, я им просто намекаю, что понятие, оно может трактоваться и более сложным образом, чем то делается в традиционной логике. Вы им так намекаете, что потом они приходят к нам испуганные, и будет их успокаивать. Ну, я стараюсь, я стараюсь особо не пугать. Ну, согласитесь, по понятию это менее определенная, более сложная область, чем, допустим, логика высказываний и некоторые другие вещи, которые элементарны, которые базис представляют современной логики. А что такое понятие? Тут могут быть разные взгляды. Ну, что ж, да, давайте отложим наш разговор о понятиях на следующий раз. Ольге еще раз большое спасибо, дискуссия в этот раз получилась вообще замечательная. Ну, и все. Всем спасибо. Спасибо, до свидания. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok